Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сибири И так мы попали в эту деревню И жили вместе, и дружили 12 лет вместе А теперь приехал в гости С проповедью И все остальное уже Игнатий И я тебе скажу Что я была верующая Как все Верующие Верила в Бога И храм иногда заходила Но у меня никогда не было Контакта с Богом Я никогда не ощущала Этой же глубины Встретив Игнатия Я изменила всю свою жизнь И По сегодняшнему Я благодарю Бога Что на свете есть такие Счастливые моменты Когда ты встречаешь Что-то от Бога Я считаю, что Богом была назначена Эта встреча с Игнатием И я познала Живую веру Понимаете? Я пока не буду садиться Я насидел Я за дорогу кое-что приобрел Новое для себя Иногда люди говорят Знаете, вот я смотрел картину Кино Потрясающее Видел там что-то еще Потрясающее Я теперь Это слово Из лексикона Людей постараюсь убрать Потрясающее бывает Только молитва Когда Господь потрясает И небо, и землю Вот это главное Когда человек верит в Бога У него должна быть мысль Рожден ли я свыше? Два вопроса Третья глава Евангелия Тиана Христос говорит Кто не родится свыше Не может увидеть Сарствие Божие У него не мытарств Ничего Он сразу в ад идет Ходить в храм Причащаться может Но не рожденный свыше У него остается все то же самое Он научится свечки ставить Он будет посты соблюдать Он не рожденный Он мертв Это мертвый человек Все может исполнять Пока Дух Святой его не коснется А второй момент Это быть движимым Водимым Духом Святым Вот о чем Сиарахим Саровский говорил Стижание Духа Святого Если этого нет У тебя прекрасные характеристики Могут быть на работе От друзей А ты просто в хорошей семье воспитывался У тебя мама верующая Папа верующий Там соседи хорошие И ты научился все это делать Через какое плечо свечку подавать знаешь Но ты все время должен Если рожденный свыше Думать Я думаю А так ли это У тебя внутреннее побуждение будет Молитвы Вот у меня в лагере Я начальник детского лагеря Основатель его 42 года Это без помощи государства Вот ее ребятишки там были же Приезжали 42 года Не одной копейки от государства Тысячи детей отдохнули В этом лагере комплексе С родителями вместе Екатерина Все это все знают Я все время наблюдаю за детьми Есть ли дети Которые избраны Богом Это единица может быть А как вы узнаете Тяга к молитве Вот я был избран Я это знаю У меня еще 5 лет не было А я старался куда-то спрятаться Спрятаться Закрыться Помолиться Богу Который все сотворил Евангелия не было Мы ничего не знали Я знал что есть ад Мама научила И в пионеры вступишь Значит в воду гореть будешь Потому нас никто не в пионеры Не в комсомольце Этого мы не знали И вот эта тяга Помню Отец спасет где-то Я к нему несу 5 лет ребенок Я слышу земля Мне хочется узнать Как витамины у корешков идут То есть это запредельно далекое Где-то жгут солому Дым А я думаю Будет суд Божий Я встану Я погибший Я умру А потом восстану Я погибший Меня не обманывал Дух Божий Я знал что я мертвый Я погибший Я один в поле Стою Слезами заливаю Зачем я родился на свет Для меня только ад Приготовленный 5 лет Я ничего не знаю еще Никакими грехами не обременен Но внутренний голос Духа Божий Говорит Ты погибший Ты не рожден свыше Эти слова я потом узнаю И вот когда Господь уже дал Евангелия Дал покаяться Я на корабле работал В этот момент у меня произошел Переворот Я с молитвы встал Я на себя смотрю Который встал на молитву И который от молитвы отошел Это два разных человека Я на себя Пять минут Который еще не молился Смотрю теперешний Который покаялся И удивляюсь Неужели это я был У меня вдруг огонь Загорелся внутри Сказать другим О любви Божьей Что он умер за нас Христос У нас корабль На рельсе стоял Лосманский Маленький котенок На берег сводил У меня на берег сошел Он Молодой человек Ищусь выше мореходом Училище Здоровье отличное Все у меня есть Зарабатываю хорошо А внутри Смертная тоска Никто это не знает Я молюсь Я верю что Бог есть Меня Бог сохранил Я ни одного метеорка Не сказал по сегодняшний день Бог меня сохранил От того что Моряки сойдут на берег Меня Бог сохранил От женщин Больше всего Блуд съедает мозги А у меня Знаете Мне как будто 18 лет мне сегодня А мне сегодня День рождения Мне сегодня 75 лет исполнилось С днем рождения Это Господь так сделал Я Шагнул только На борт корабля И другим Стал говорить о Боге Христос умер за нас Мы живем неправильно Это внутреннее Внутри человека Савл шел К Дамаску Хватать Христиан Тащить Пытать Ну вот Бог осъянул Светом Он упал И теперь Теперь его пытают Его гонят Перевернулось Он шел туда Пошел туда Его все еще опасаются А он уже другой Это уже апостол Я вот Когда рассказываю Дети Разные А кем хочешь быть Тот артистом Космонавтом Я знал Кем я хочу быть В 5 лет Я хотел быть террористом Отомстить коммунистам За то что они сделали Отец мне это все Рассказывал Я это так воспринимал Они погубили землю Людей Раскулачили Я с 5 лет это знал И тренировался только Бокс Стрельба Ножи Я живем не дамся Выслужу самого плохого коммуниста Убью и все И на этом Меня Бог остановил И теперь тебя будут Знать Тебя будут убивать И теперь у меня 5 тюрем За плечами За слово Божие Теперь все по другому Моя биография На Павла похожа То есть я Готовился быть гонителем Но сейчас мы едем От моря до моря От океана до океана Чтобы людям дать Понять Что есть другая жизнь Привезли много подарков Если есть кто Ничего не имеет И не на что купить Мы им просто подарим Вот она Екатерина говорит Там я Встреча Это внешний фактор Внутренний Это момент Когда Бог Духом Святым Коснулся сердца И она говорит Вот Марина Ну возраст разный Все Вот Бог это сродняет Подобное к подобному Это Дух Святой И поэтому об этом Надо ревновать Вот мы поговорили Разошлись Вы придете И намолите себя Еще раз проверки Господи А избран я или нет И не приведи Бог не быть избранным Лучше бы не родиться Нежели не родиться Кто родился Но не родился А слышал Лучше бы совсем не родиться Осознание того Что ты Не избран Вот это потрясает А ты это почувствуешь Бог тебе открывает Свои тайны Что Бог хочет нам сказать У нас только одна мысль была Виновны мы Они молодые В вере И мне приходится Кое-что Довнуть буквально Они начинают что-то делать Не надо Они зовут Их отвлекают Не ходи никуда Ни документы не давай Ни денег Ничего не надо делать Бог будет сейчас за нас делать И Бог так сделал Это я говорю Уже позади пережитое А я стою Молюсь У меня не могут слезы остановить Я соединился с Богом Я уже вообще вышел Из этой атмосферы И в это время Господь начинает Я чувствую Что-то Бог делает Он говорит Не надо ничего Что-то Бог делает Я уже чувствую Бог делает Ощущение Вот эта внутренняя Гармония с Богом Это исполнение любви Ни к врагам Ни к кому вражды нет Господи Прости их Которые хотели Особо брать И думали они И сидели рядом От машины не отходили Ну это как вот Собака Которая что-то караулить А они Подошли около машины сидят А показывают себя добродетелями Господи Прости Им Они ни Бога не знают Мы при шерсти Нас трогать нельзя Мы верующих Нам прикасаться нельзя Господь говорит Что вас касается Зеницы окна моего Касается Божьего Мы едем Даём Не берём Мы поели Почему Мы друзья Нас пригласили У нас всё с собой И сухари И картошка Ну здесь не приготовишь А в России У нас с собой Печка Мы всё готовим Даже здесь Разогревали что-то В Грузии Там Я только зашёл А в Грузии Там В Ибилиси Мой крестник Это были Когда-то Раньше времена Вот как Екатерина Рассказывает Так Баптисты ехали И у них там Обратился Один еврей Баптист И они его завезли Показать А они Ко мне Многих людей Завозили Но Бог Делал так Что Он побыл Около двух часов В моей Маленькой комнате А потом Ишли дорогой И я Один вопрос Ему задал И на этом Я не знал А он Знал Вот Для мужчин Это очень важно Мы идём Дорогой Я вижу Как он смотрит На женщин Я ему говорил А почему ты Женщин раздеваешь Как раздевает Ну как Глазами Его это так Тронуло Он уехал домой И он изменился Перешёл в православие И стал священником И сейчас Мы только пришли Он Ему Бог Всё открыл Потом мы договорились Приехали В Москву И там он крестился Полное погружение Я его воспринял Он мой крестник И сейчас приехали Он в алтаре И он увидел меня Скорее в алтаре Тоже даёт слово Я тоже говорю Проповедь Это Бог даёт Это Бог даёт Познать Внутренний мир Коснуться Я никак не мог Её сердце тронуть Если бы этих слов Не сказал А вот слышали У нас было В туре Енисейская Область Один яромонах Был Григорий И его ночью Убил Кришнаит И голову Отрезал И в церкви Это было Пришел Яромонах И на престол Бросил голову Ну его поймали Там посадили Помешанные Он отсидел Пошёл Опять тайгой И его вроде Медведи съели Кришнаита А вот этот Который Был Он был просто Не простой Был племянник Суслова Главного идеолога Советского Союза Комсомольский Работник Республиканского Масштаба На Украине И его ко мне Привезли тоже Показать А я в это время Начипал Архипелага ГУЛАГ Я утром встал С нам не надо верить Но у меня такой сон был Я уже не говорю Интересный сон Он видел К нам даже сегодня Два человека прийти Один уйдёт И один останется Но они почему-то Они оказались Большая скала Над ними нависает Два человека Мужчины Я говорю В это время В дверь стучат И они заходят И он остался И с ним вместе Мы начитаем Архипелаг ГУЛАГ Вместе считаем Трагедию Русской Церкви Это всё Вы найдёте На нашем сайте Это Бог так делает То есть Показывает Сродняет И ведёт Это Бог даёт Ни кому не угождаю Вот это наши книги Чем они отличаются От других книг Никогда Нигде Ни одного слова Я не говорил В пригляд Нравится Патриарху Нравится Или президенту Никогда Так сказал Господь Бог Книги в пророческом духе Марина Считала же То говорю То говорю Нет Да Они для будущего Они для будущего Центральные библиотеки Страны Имени Ленина Парламентская Москве Везде В прошлом году Мы колесили по Киеву Крым А нынче туда Ни под каким видом Не попадёшь Это как Бог нас преждевременно Провёл И везде Там есть книги И там приходят Новые души Нынче Несколько руководителей Сектантов Их прислепера Пришли Стали православными Мы к ней купили Я им переслал Для библиотек Я их дарю А для частного порядка Кто желает Ну Тут Что-то подарим Что-то как-то Мне важно Задать вопросы Может кого-то беспокоит Конкретно Ну я думаю Игнать Игнатьевич У всех есть дети Первый вопрос Мам интересует Воспитание детей Которая работает Непростое воспитание Воспитание Для начальника детского лагеря Это 42 года Это опыт Очень большой Ну родители как Родился ребёнок Наши детства Или куда-то А в 18 лет Они вообще не знают И где, откуда И кого она найдёт Вот почему-то Лучшие воспитатели В мире были Те около детей Не было Апостол Хуайл Ян Златоуст Там греки Такие знали Блажинов и Филат А детей они не знали А тайны воспитания Бог им открыл Вот это тоже Ну то ли Человек как-то Начинает жалеть Вот бабки Всё Баба главное Это ешь больше Спи дольше Поэтому я говорю Как только Внук родился Бабок ликвидировать надо Куда-то отсылать их На остров Патмос Чтобы они не портили детей А Ребёнку нужно Показать Христа Образ Божий У нас В лагере У нас не знаю Как по времени У нас обычно 7 часов встают У меня в лагере В 5 часов Они должны увидеть На молитве Восход солнца Ребятишки До завтрака Ещё они могут Искупаться Тёплой Как молоко Вода там На пруду Поработать Дети это видят И сам как-то Приглядываешься Ребёнка Много не надо Воспитывать Не надо Ему надоедать Он больше Счастью Подражает нам Когда видит Насколько мы Искренне Можно конечно Заставить его Работать Я тебя заставил Работать И себе не дам Я могу Это крайняя мера А когда мы Все работаем Мой отец Он без руки был С фронта И нас в семье Было 10 5 братьев 5 сестёр И нас заставлять Это не надо было Мы видели Мать непрерывно Работает 12 коров Потом всю ночь Пшеницу Клеветоном Крутят Отвивают Упадёт Тогда этот ворох Поспала Утром бежать Доить коров Отец Надо собрать Мы это всё видели И это Как-то непринуждённо И поэтому Даже какой Павел Какой трудяк Не отнимешь Дети В нас должны Видеть Христиан Не так Утром встаёт А ребёнок спит А почему он спит Ну Ты девочка спит Там выйдешь замуж Там не до сна Будет Это Вот В ней там всё такое И будет Ты его подними А не так Ну иди в другую комнату Помолись Ты позже наш встал Утренняя молитва Должна быть всей семьёй Я не знаю Вас никого Говорю Некоторым это может Даже Неизвестно Непонятно Ребёнка подними Так это рано Зачем ты это говоришь Рано Не рано Уже поздно Сколько ребёнка За 10 лет На 10 лет Опоздал У нас она накормит Две недели у груди Когда начинает учить Она говорит На две недели Уже опоздала Ребёнок знает как Вот у меня сестра У меня 7 ребятишек Моя родная сестра Валентина Лягут спать А ребёнок плачет Муж не разрешит подняться Сухой Накормленный И они дети не плакали Всё Она погныкала И всё Успокоилась Больше нет Не надо над ним плясать Одного ребёнка родят А остальных поколотят Где попало А потом и мрут А 10-1 пропало И ты даже не заметишь Как цыплёнок у курицы Помолился Поблагодарил Бога И всё Бог дал Бог взял У него было 10 детей Вот и вопрос Вопрос Вот ребёнок У меня 12 лет Мальчик Вы слышите Да хорошо Хорошо Ему 12 лет В доме Папа сидит Целый на телевизор смотрит Я не в обсуждении Я просто говорю Какая у нас обстановка в доме Молиться Никто не молится Хорошо Вот как ему сейчас Я понял вопрос У вас всё Задача-то Как вы могли выйти За такого человека Который смотрит Такой телевизор Тогда у нас не было Ни церквей Ничего не было Ну хорошо Солнце у вас сходило 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 Были Были Вот руководители Парижской коммуны Ребеспиеры Другие говорили Мы отущим нас верить в Бог Один крестьянин ответил Ну небо от нас не закройте Небо Нет конечно А мы всё равно По звёздам найдём Бога Поэтому Варвара Великомученица Ничего не знала Она по звёздам Из окна в тереме Смотрела и поняла Эти деревянные Железные идолы Не могли сотворить Небо солнце луну Уверовать во Христа Нужен проповедник А просто что Бог творит Не надо никого Почему Видимое Через видимое Человек познает невидимое Это послание к Риму 1 глава 29 стих Так что люди безответные Рассматривая звёзды В небесах проповедуют Славу Божию О делах рук И увещать твердь Какой Бог мудрый Как сотворил Любую букашку Любое растение Какие витамины заложил Как ты мог Бога не знать А если бы ты боялась Ты бы не искала Даже А Бог тебе и послал Такого И искать не надо Искать не надо Бог тебе пошлёт его И он поймёт Что ты самая лучшая Что выше тебя никого нет А теперь Хвалили Хватилиска на 10 Есть Вроде рассказы Один упал С сотого этажа И небоскрёба 50 этаж пролетает А что теперь делать Ну что теперь делать А где ты раньше Ты была Теперь только плакать И выпросил Бога Это Постом и молитвой Вот был такой В Савской России Он очень известный Проповедник Миссионер Среди бурят Спиридон И он на себе говорит Я маленький был Непослушный такой Бегаю с ребятишками А мать без отца была Я говорю Забегай Попить-то А мама на коленях Стоит перед образами Перед иконами И плачет Господи Мужа нет Я ничего не могу сделать А спирид такой Не послушай Он бегает Я говорю С мамой рядом Опущусь И вместе с ней Плачу Стою Обниму Я говорю Мамочка Прости Больше так не будут Вот и все Это один из самых Больших был Миссионеров перед революцией Это Бог делает Чтобы увидели Что здесь Ненарочно все По-настоящему Ты ребенка подними Теперь тебе уже не поднять Среди ночи В туалет Или как Иоанн Златоуст Говорит Если не сейчас То когда Пусть он выслушит Одну другую молитву Покажи ему на звезды Подержи его Немножко Несколько минут Не утруждай его Я рассказываю У меня в лагере Набираем малину Выйдем Там дикие заросли Бывшая наша деревня Ну и сказал Покушки набрать Дети любят малину с молоком А они подошли Говорят А вот такой-то Мальчик Он отошел дальше всех И он не берет Кружка Берет в рот Я говорю Пока не трожьте Я сейчас сам проверю Я между кусами Потихоньку подкрался А он меня говорит Кусарет Святые Божие Вторые святые Крепкие Святые бессмертные Я потихоньку назад Говорю Не трожьте Он берет И он ее много наберет Это Бог делает Мы должны Понимать Что вечность Это всегда Земля Это временная И это вот Жизнь дана нам Для того Чтобы мы Уподобились Богу Сроднились с Ним И чтобы мы Не были там Чужими Вот ребенок родился Ему нужно говорить Уже о смерти Это естественно Раз я родился Придется умирать У одних Я был Стал говорить Моя ребенка Уже лет шесть Я говорю Ты маленький Ты умрешь Я Никогда Никогда Смерть Это естественное Средствие греха И ребенка Надо к этому приучить Протокопа Вахум увидел Как у соседа Сдохла корова Он вернулся И горько плакал Я тоже умру И потом будет Какой проповедник Это надо Ребенку дать А уже в 12 лет Если он не слушан В лагере Если он Да еще бывает Селевизм Надо смотреть игры Бывают игры Вот Уже второй год Я таких не беру Они бесноватые Которые компьютерные игры играют Это хуже наркомания А сейчас почти Каждому первому долгу Это ничего нельзя сделать Ничего Вот в прошлом году Это позапрошлом у нас было Это Руслан Руслан его звать Ну Парень нормальный Ну Ходит Селевка С бабкой Бабка его к нам спихнула А он играет в игры Он ненормальный У него весь мир Ограничен Рамкой монитора И девочка стоит Там вот такое возвышение Ну палку берут между ног И на веревке высоко И туда Тарзанка называется Он внизу стоит И кричит Дай мне просто брось Ей 6 лет А ему 12 И она на веревке летит И он смотрит на нее Стоит Она долетает А палка там в руку Получается Она Он не поймет Как она из рамки вылетела Он там стреляет Убивает У него рамкой монитора Телевизора Ограничена Он упал И не понимает Как она вылетела Оттуда палка В 12 лет Он наконец Мам Бабе позвонил Баба Я первое научился есть Первое Он не знает Даже как есть Вот у нас Небольшой храм Марино знает Лето Ласточки залетают Прямо в храме Гнезда у нас Хорошо сделать это Но сделается Такой Как у вас Рубашка Он не может Лицо такое сделать Белое Но лежит белое Копал от нос За руки За ноги Вытащили На улицу На скамейку Заходим Она не вынес Зашли Сапфира лежит Мы эту Сапфиру Вытащили Только Глядим Третий Того Оригинал Вот Двое Третьего Выносим А эти двое Сидят Гнезами Хлопают Уже Опять Нормально Верну Нормально Представьте Это игроки Это бесноватые Сатана В них И они Разные игры Вмещают в себя И он думает Он не уязвим И прочее И они падают в обморок И если я узнаю Что ребенок этим занимается В лагере уже не беру Уже 42 года Ну не брали Определенные Там больные Потому что Лагерь трудовой У нас не оздоровитель Мы все делаются здоровыми У нас нельзя Таблетки принимать Я сам не даю Таблетки еще не съем Зачем Ходить босиком Мы ходим босиком Главное Что ни на кого Не злись Ты хочешь Чтобы не болеть Ты загибай себе Не завидуй Не злись Не встись Не ревнуй Вот эти нет Включи в себя У тебя все будет По-другому 95% Уже болезнь Болезнь отойдет Что у тебя есть За все благодарю Муж не такой Поблагодари Бога Не надоедай ему Будет момент Когда есть такая поговорка Ночная кукушка Перекукует Дневную Ты ему скажи Мужики они глупые Можно на нитке вести Когда ты ему что-то уступаешь Есть такой фильм Большая греческая свадьба Кто смотрел? Знаете? А там у вас наверное Большая греческая свадьба называется А что они как не видели? Там греки живут в Америке И как дети Там играют И они там как раз об этом говорят Ты найди какой-то подход А если он никак Кайса в прежних грехах Я сама его нашла Ребенок у тебя был Ты верила Под сердцем Как ты могла упустить это дело? Да ты ему такие песнопения Пела бы церковные Он еще в утробе матери верующим Стал бы Как Никола чудотворец Но и не было этого Ну опоздали прийти к Вере Мы пришли Я 6 лет назад только пришла к Вере Вот сейчас недавно Ну вот это пришла Но солнце было Прошло столько времени У нас не было Мы не знали Мы просто не знали Это не ответ Родители как-то к этому не были Родители на нас родители Это же все И раньше Это в России Все было запрещено Я зато говорю так Если у вас там не было церквей И никто ничего Но если в этом городе Хотя бы один человек В этих Афинах Обратился На суде Божьем Он против всех покажет И ты могла обратиться Вот я весь ответ У него такие же условия были Так же не верующая власть Так же не знал Не слышал Но он Бога нашел Почему ты не нашел Ты сам подумал Увлечен был мирским Поэтому надо в себе искать А на власть Это проще всего говорить Власть Власть на себя ответит Это неконструктивный подход Надо так Если я Я сейчас Сегодня Начинаю над собой работать А если кто-то Мешает мне цель достичь А у меня цель есть У меня только выход один Убрать его с пути своего Он мне мешает пройти А убрать это Это и насилие бывает И до убийства доходит У верующих только одно Виновен я Отвергнись самого себя Возьми крест Следуй за мной Отвергнись своего я Никогда не оправдывайся Я поздно пришла Могла прийти раньше Могла бы Но не понимали Не знали Не понимали Я уже ответил Дважды ответил Только в себе Мы не знали Не искали Обращенные Жизненно Когда искреннее Раскаяние будет Тогда дело другое Вот одна жена Приходит в церковь Ну и спрашивает Как ты Да как пьет Все может Может то пьет Ее все жаляет Ах Аннушка Бедненькая Как она А может как пьет Так и пьет И наконец Кто то и нашелся Человек духовный И говорит Анна Да где оно то все в тебе Как ты себя дома Доведешь Как с мужем Да он такой Он говорит Ты все выполняешь Да конечно нет А ты попробуй Это делать Ты в себе Должна это увидеть Пройдет еще месяц И муж будет в церкви Главное препятствие Когда у нас это было Там В Турции Я сказал Братьям Братья Все это из-за нас Что то внутри нас Мы не такие Бог хочет Чтобы больше между нами Любви было друг к другу Чтобы мы больше Богу доверились Не турки виноваты Не эти которые вокруг нас Ищут нас обобрать Нет Это мы И мы начали Самые правильные позиции Встали Начали молиться И каяться Прости нас Господи Прости Мы виновны Освободи Мы пленные Мы не можем Стронуться с места Мы погибаем Но ничего не можем сделать Только ты действуй Вдруг Бог начал действовать И когда вышли дорогой Там где-то заплатили Мы больше Я говорю Молчите Братья Мы в свободе Мы вырвались Машина отсчитывает километры И два раза Бог тормознул нас нынче По 12 часов на таможне А на таможне что-то Самое бесправное положение Не пойти Ни начальство Ни в городе Никого нигде нету Моноса у нас Оттуда воттолкнули И вообще Зайти-то не дают Обратно туда Он шофер с машиной Мы там А мы уже здесь И мы не можем Его загнали в терминал Отдельно Там в склад Проверяют Теребят Только одно Брат давай молиться Смотрим Уже выезжает А сердце как выдержит Ну Бог дал испытание Даст выдержать Нет Это не просто Вот у меня есть такая наработка Я показываю Один маленький ролик 5Б Б Без которых нельзя спастись Б Глухонемые Когда жестами Показывают что-то Вот Ну допустим Он показывает Это собака Если вот это Овечка Это глухонемые Сурдопереводчики Вот так Это буква Б Вот так Бог А так Бог Бог Нужно показать Бог Ну они говорят Жестами Видели Вот Вот есть 5Б Без которых Нельзя спастись Вот для себя Давайте Первое Б Бог Второе Библия У каждого Она есть Каждый день Ты ее читаешь Третье Благословение Должно быть Ближе к священнику Что-то хочешь сделать Сходи Посоветуйся Чтобы благословил И смотри По слову Божьей Любови благословение Дальше Благовестие Четвертое То есть другим Сказать о Боге Ну поехать как мы Это никому не удастся Это нельзя Потому что надо иметь То что мы имеем Это 38 моих книг Ими все загружено И мы дарим Вот за 2 года Мы подарили На 7 миллионов 150 тысяч А у меня минимальнейшая Пенсия Там 5 тысяч Это Бог делал Это нельзя повторить У нас Бог избран Ну и пятое Бог Это будущее Это мы делаем Для будущего Ты вот один раз услышал И перебери ее себе Вот надо тебе что-то сделать Ты всегда вопрос Ставь Для вечности Или для временной Для небесного Или для земного Это я буду делать Это первый вопрос решить Второй Что об этом говорит Святая Библия Значит ты ее должен Хорошо знать Третий вопрос Ставь Что об этом Совесть моя говорит Она говорит Или нет И четвертый вопрос Последний То что я сделаю Не будет ли на соблазн Другим Если все положительное Начинай делать Там переезжать Или купить Или еще что-то Задать вопрос Ты я делаю А что я ищу в этом Только чтобы здесь Хорошо было Забывая о душе Или я делаю Для вечности Это покров мой Эти все вопросы Когда сведешь Вот это надо Быстро делать Вот мне одна Пишет из Италии Анна звать Я уехала Молодая Вышла замуж Дети выросли Неверующие Теперь хочу Обратно в Россию Да болею Там 54 года Ехать или не ехать Вы вам Во мне помолились Я говорю А что там молиться нет Да в Италии А мы слышали Вам Бог отвечает Да мне Бог отвечает Я не просто молюсь Я все время Жду ответа И в Италии Там узнали как-то Из Германии Это тоже сбойно С Австралии А какой я молитвенник Я мужской человек Я не монах Ну я помолюсь Я помолился Она через неделю Ну и что Я говорю Ответа нет Еще неделю Она опять Я говорю Я молюсь Я сказал Но ответа нет Просто я Слышу Я молюсь Ответа нет От Бога И наконец Она уже месяц пошла Я говорю Ответа нет Только ответил Нет Самая молитвая Ответ пришел Я сразу Я говорю Ответ вот какой Она думает Я сейчас скажу Переезжай А ответ у меня Совсем другой Мне Бог открыл Какое место Библии Говорит к ней Я ей написал Книга Сера 17 глава Такой-то стих Теперь выписал Выписал Но я не понимаю А второе Ты должна пойти К духовнику К священнику С этим стихом И попросить Его благословения Чтобы он помолился И Бог вам ответит Я не отвечаю Бог отвечает Я обязательно Отсылаю к священнику Господь говорит Ты послал Прокаженных Покажите священнику Вот это Победа И Больше Ни одного слова Нет Переехал А не переехал Больше ответа нет Бог положит Тебе на сердце Ты ему доверишься Другая звонит У меня один Только внук Такая тяжелая операция Там на уши Это на сердце Помолитесь Я говорю Я буду сейчас молиться Сразу же Как он звонит Молиться Но он у вас умрет Через пять минут На операционном столе Вы согласны? Да как же так Да мы Он умрет Я за вами Это просить не могу У Бога Я прошу Да будет воля твоя Он вырастет негодяем Бог говорит Он будет злым человеком От него люди будут погибать И лучше ему умереть молодым Молчите Так молиться Или не молиться? Представьте для нее Какое испытание Она говорит Молиться Я говорю Ответа-то никакого нет Я просто испытал вас Мы будем сейчас молиться Бог покажет Стали молиться Проходит совсем Ну сколько там Часа четыре Она звонит Операция прошла успешно Температура большая Помолиться Помолиться Температура поползла вниз И прям нормализовалась Все И считали ребенок Теперь нормальный У нас там Отступил от него Ну тяжелая операция Это Бог делает Моего там Ничего нету Совершенно Я у Бога не прошу Ни здоровья Ничего Если тебе, Господи Угодно ты дашь Может нам угодно Под скалой погибнет Но мы едем на дело, Господи Которое прославляет Имя Твое Садись, чтобы была безопасность Если тебе угодно Мы не настаиваем Но по тому, как Бог это делает Вот мы в Англии открывали визу Все сто процентов Что нам откроют Там нельзя не открыть Я приглашение на конференцию От пастора Едем на короткое время Там пять-десять дней Ну все составленное Приходит Отказ Доклады заблокировали паспорта наши Там три недели оформляют А тут уже четыре У нас вообще паспортов нету? А у нас уже шенген открытый И мы в Москве просим Господи Верни наши паспорта Ни визу Ничего нам не надо Не возвращай И мы тогда уже прямо Пристом Господи Верни Мы просим тебя Воля твоя Ты столько нам помог Все сделали И все говорят Да не может быть Что Бог вел и бросил Это что-то другое И мы просим Покажи Что именно Почему Почему отказали Они показали Причину Незначительную Я вижу Голубь Да, да Я наблюдаю за Игнатием Тихоновичем У нас здесь дом есть А он любит Голубь У него голубь есть У меня три голубя Я смотрю Куда он смотрит Я смотрю Там есть крыша И у него Несколько комнат И в каждой комнате Сорт голубей Здесь такие Здесь такие Он их выводит Вот Дмитрий За ними наблюдает Очень Он их выводит Одни вот так вот Летают Другие там И он смотрю Наблюдает Думаю Все Заметил Голубей Ну Это Зветство Я рассказываю Вы старайтесь Я Отвлекусь Снимо Смотрите Что его Больше интересует Дети Утром У меня Все Лагер Трудовой Должны Что-то Дет Щепки Собирает Перед Траву Рвать Одному Посолю Рвать Он не рвет Дети Заметели Сразу Он не рвет А раз Не рвет Значит Для завтрака Будет Рядом Стоять Я подошел Потихоньку Он букашку Ползет А букашка Тащит Там Мертвый Какой-то Муравей И он Надеюсь Слонился Я отошел Не надо трогать Это может быть Биолог Будет В ребенке Надо Тончайше Заметить Вот эта Подвижка К чему Она у него Приведет Он Не хулиганит Он наблюдает Коснись Его сердце Господи Избери его Сейчас Мы должны Эти нежные Ростки Поддержать Привязать К крепкому Стволу Где-то Чтобы он Правильно Рос А не так Что я ему Сейчас скажу Читай ты молитву Он мне молитвы Не знает Но рядом Со мной Он будет Он даже Ребятишек Я когда наказываю Он наказывает Физически Он приехал Материца У меня крапива Я положу Крапиву И вот так Проведя Загрев комнату Там где никто Не видит А в это время Все молятся А он боится Он боится Ребет Ты же матерился Матерился Давай так вот Губами проведи А крапива Так на столе лежит Он не может Ну все Боится Плачет Я могу его Конечно Свернуть Ну ладно Выходи Выходит Я перед строем Боится А крапива Жгучая Очень сильно Я эту крапиву Беру в рот И начинаю Зубами Ее рвать У меня губа Пузырями Я дергаю А ребятишки Сосных упадает А ты боялся Он не боюсь Пошли тогда Докажите меня То есть Он должен ребенок Увидеть Что его любят Ему надо показать Что Бог тебя ждал Когда ты родишься Уже придумали люди Стекла Окна Дома Тебя заждались В этом мире И ты должен принять Благодарность И поблагодарить Бога За все Вот у вас есть Мобильный телефон А кто его изобрел Мартин Купер У меня дети Это все знают Вот В интернете работают Кто интернет изобрел Тим Я забываю Вернер Это Тимофей И мы каждый день Молимся за Мартина Какой умный Как он страдал Как не получалось Переживал И он все еще живой Тот и другой И мы молимся Они должны знать И президента И губернатора Изо всех молиться Обрати их Господи На интернете Это плотно Мы же сказали Что кто Те кто Бесноватые Мне тоже С ним играет Не совсем Бесноватые Игры кто играет Громкие В компьютере Бесноватые А кто Кто в компьютере Значит что-то ищет Тоже наиболее Бесноватые Я говорю Игры 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 Компьютеры Так а стреляют Друг друга И так делают А сейчас Есть очень много Игр Которые Познавательные Нет Не надо Никакой Это затяжка Это увлечение Ну я бы сказал Я же Он нам спорить Не положено Я сказал Вы считаете Так делайте Плоды то Пожимать вам Придется Игры Он гоняет Игры Поднимает Одного за другим А вот Можно Задать Вопрос Я Библию Читаю Там написано Живущий По плоти Умрет А живущий По духу Оживет Христос Сказал Я Исим Путь Истинной Жизни Никто Не приходит К отцу Как только Через Меня Кто Не родится Свыше Царствие Божьего Не наследует Я Исим Дверь Кто Мною Войдет Тот Войдет И пашить Не идет Без Меня Человек Не может Ничего И вот Был Во мне Как Я Следила За Проповедью И вы Сказали Что Ну надо Освобождаться Это очень правильно По Библии Написано От зависти От Курьего Допустим Или от Какого-то Таких Явных Грехов Легче Освободиться А вот От сердца От сердца Никто не может Освободить Наше сердце Человек Не может Освободить Очистить Его А Христос Может Омыть Кровь Иисуса Христа Очищает От всякого Греха Написано И поэтому Вами Как-то Было Сказано Я просто Хотела Вас Спросить Вы говорите Вот Надо От этого Избавляться А вы Заметь А ручки Нет Он хочет Обойти Он наш Спаситель Кто Ему Отворит Тогда он В дверь Войдет И очистит И родится Человек Свыше И будет Новая Жизнь Я вам Свидетельствую Я была Грешницей Делала Такие дела Непотребные Потому что Тогда Мои Евы Столько лет Нагрешила По милости Господней Я сегодня Спасенная Я вам Свидетельствую Ей Жизнь Вечная И Господь Придет За своей Церковью За душами Которые Его Ожидают Слава Ему Во веки Богу За Сына Его Единородного Которого Он послал На нашу Землю Что кровь Иисуса Христа Очищает От всякого Греха Какой бы Вы ни сделали Может Вы опор Сделали Может Еще что Для него Нет ничего Враг Души Человеческой Стоит И готов Нас Поглотить А Христос Распростер Жду Всякого Грешника Ведите Ко мне Я Ще Отменен Я Вас Спой И Вы Найдете Жизнь Она В вас Проявится Понимаете И Жизнь Ваша Обновится Да Пусть Вас Всех Господь Благословит Аминь Я Славлю Благодарю Господа Каждый День За Сына Его Единородного Что Милость Его Дагва Сошла На меня И Все В доме Меняется Ничего Не могу Воистину Как написано Без меня Ничего Не можете Я Сделаю Я На вас Сделаю Впустите Меня Света Света Тут есть Только Немножечко Одно Чего Надо Нам Понимать Господь Без нас Ничего Не Делает Если Мы Шаг Не Сделаем Да Нам Нужно Трудиться Над Своими Страстями Помогать Господу Об этом Говорил Что Человек Должен Трудиться Над Собой Потому Что Если Мы Небудим Господь Не Можем Делать И Мы Ничего Не Когда Мы Бога Вспоминаем Это Когда День Свадьбы День Похорон Это Два Раза Жизни Мы Вспоминаем О Боге Остальное Время Мы Все Живем Для Себя Вот Господь Потому Что Время Уже Последнее Он Уже Стоит У дверей Господь Как Вы Это Уже Видите Вот Он Постучался В Наш Дом Что Случилось С Моим Ребенком Это Случилось Внезапно Мне Восемь Лет А тут На Моя Семь Год Тому Назад Обнаружили Боли В животе Как Обычно Мы Обратились К Врачу Мне Сказали Что Это Аппендицит Тут Пришли Другие Врачи Сказали Уже Начали Операцию На Следующий День Верезапно Медицит Мы Сказали Что Нет Еще Подождем Анализы Показывают Показывают Что-то Другое Мне Не Говорят Что Это Другое Но Оказалось Это Опухоль Раковая Опухоль Опухоль В печени И Внутри В печени И Также Не Говорят Что Это Раковая Они Также Не Могут Это Определить Что Это И Анализы Все И Проходим Проходит Это Месяц Два Уже Мы Там Находимся В больнице И Вот Уже Опухоль Начинает Расти Большая Ведут Ее В Операционную Я Не Знаю Что Там Будет Смел Веденка Тут Момент Я Вызывала Господь Молчал Не Было Ни Ответа Ничего Просто Кричал На Крик Этот Тишина Вот Если Вы Ответывали Такой Я Не Знаю Когда Ты Кричишь А Тебе Закрыто А Что Закрыто Это Твои Грехи А Грехи Какие Твои Ты Должна Покаяться В Своих Грехах А Потом Бог Тебе Будет Отвечать И Вот Это Было Все Закрыто Мне Я Не Знала Как Я Кричала Это Слушай Только Небеса Как Я Кричал Бай Мать Так Кричала Букол Операционной У нас Прежде Как Зайти В Операционную Нас Врач Притупредил Это Был Лучшие Хирурги Это Я Потом Узнала Это Были Лучшие Хирурги Греции Казалось Было Потом Я Узнал Бог Все Так Сделал Хотел Моего Спасения Он Ждал Меня А С Этим Мою Всю Семью Если Бы Так Все Было Хорошо Прошло Все Операция Все Прошло Я Жила Так Жила Так Жила И Служила Дьяволу Он Хотел Другого Другой Для Меня Вот И Предупредили Нас Врачи Сказали Что Операция Будет 16 Часов Ну Говорит Мы Не Можем Ничего Что Будет Там Мы Не Знаем Вот Так Вот С Так Муж Эти Слова Не Сказал Что Он Знал Что Я Не Выдержу Эти Слов Потом Мне Сказали 16 Часов Я Знала Что 16 Часов Операция Будет Вот Она Была В Родственников Чтобы Кровь Просто Печень И Был Такой Разрез Там Где Самые Все Главные Знаете Что Печень Это Второй Орган После Сердца В нашем Организме Бог Избрал Такой Орган Очень Важный Моем Ребенке И Там Был Такой Прорез И Кровь Кровь Должно Было Очень Много Потеряться Они Это Знали С Семилетнего Ребенка И Потеряла Только Пол Литра Крови Теперь Я Что У Была Раковая Опухоль Это Был Рак Теперь Говорят Химиотерапии Представляете Химиотерапии Какие После Такого С Таким Кусочком И Ну Что Они Мне Сказали Когда Мы Открыли Мы Увидели Говорит Это Чудо Было Печень Она Была Атрофирована Клетки Они Не Работали Тоже Не Держали Этот Шар Нужно Сказать Он Не Лопнул Он Держал Лук Держал Он Не Лопнул Они Вы Тай Сделали Своё Дело Я Благодарила Господа И Вот В церкви Приехали Братья С Германии И 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 Верующая Они Приехали Как Раз Сестра Света Я Ее Разыскивала Здесь Она Тоже Живет В 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 Я Сейчас Любому Каждому Говорю Да Я Изменила Сильно Я Другая Я Дела Покрывала Я Я Стала Жить Как Он Мне Говорит Как Он Мне Говорит Вот В В Слой Я Мучитаю День Ночь Я Его Иду За Ним Сейчас Вот Я Сейчас Изменила Сильно Мне Все Говорят Ты Изменилась Ты Какая Другая Стала Я Сказала Я Говорю Христос Жил Это Свидетельство Моя Мой Ребенок А Ещё Самое Главное Врачи Сказали О Писте Что Моя Это Невероятная А Ребенок По Корридору Бегал И Кричал Меня Христос Спас Меня Христос Спас Это Такое Было Свидетельство Для Врачей Да Пославится Он В веки Веков Не Несколько Вопросов Вы сейчас В баптистах Ходите В баптистах Да В Евангельские Христики Православные Слышки Не Ходите Знаете Мне Разница Баптист Или Православный Когда Христос Придет Он Не Спросит Тебя Кто Потому что Христос Придет Это Верно Но Евангелие От Иоанна 12 глава 48 Говорит Так Я Не Сужу Вас Говорит Господь Слово Которое Я Говорю Оно Будет Судить Последний День Не Наши Переживания Не Наши Исцеления Нет Исцеления У адвентистов 7 Дня У Иеговистов У Мусульман Везде Это Не Доказательство Истинности Это Доказательство Милости Божьей И не Молитва Наша А Милосердие Божие Отпык На Молитву Это На Место Поставить Если Человек Говорит А для Меня Разницы Никакой Нет Значит Начинать Надо Все Сначала Почему Господь Придет За Церковью Тут Не Ущерб Ничего Просто Мы Один раз Встречаемся Я Обязан Сказать Это Дело Церковь Называется Невестой Христовой В Откровении Говорится Я Покажу Брак Агнса Как Невеста Приготовила Себя Вот А Мы Спросим А Христос Церковь Как Основал Когда Это Было Мы Даже Очень Еще Как Границы Церкви Показали Где А так Любой Может И Вот Игоревицы Ходят Свидетели Игова Они Тоже Церковь Мормоны Там Морони Книгу Написал Святой Морони Это Тоже Церковь Они Называются Последний Остаток Дней Святые Последние Дни Записывают На кладбище Всех Мертвых Чтобы Там Было Больше Определение Церкви Дает Нам Священное Писание Господь Говорит Я Создам Церковь Не Мартин Люхер Не Патриарх Я С Большую Букву Создам Церковь И Врата Ада Не Одолеют Я Спрашиваю Теперь Кто Не В Православной Церкви А что За Врата Ада Почему Христос Не Сказал Что Коммунисты Не Победят А Врата Ада Так Я Вопрос Могу Задать Кто Так Врата Ада Что Такое Врата Ада И Врата Ада Не Одолеют Церковь Врата Абсолютно Точное Определение Которое Идут Из Святой Библии Другого Источника Не Дано Врата Ада Священное Писание Называет Врагов Препятствующих Распространению Благовестия Это Врата Ада Это Первая Ада Иудеи Которые Препятствуют Говорить И тем Дополняют Между своих Отцов Послание К Апостол Павел Говорит Когда Он Организовал Христос Создам Церковь В день Святой Пятидесятницы Когда Сошел Дух Святой Со Всего Народа Были Собраны Люди И Они Услышали Благую Весть И Слышали Говорящих На Иных Языках И Понимали Чудные Дела Божии Я Заканчиваю Эту Мысль Господь Говорит Идите По Всему Миру Однако Апостолы Пошли Не Говоря Никому Кроме Иудеев Если Образно Показать Дом И Одна Половинка Двери Открылась Для Иудеев Язычников Еще Нет И Которые Пока Написано Еленисты Это Евреи Которые Жили В Других Странах На Киепре Перечисляется Вторая Глава Апостол А Дальше Вторая Половина Открывается В Доме Корнили Десятая Глава Язычники И Уверовал Он И Весь Дом Его Вот Церковь И У Церкви Есть Очень Четкие Границы Не Так Что Я Поверил И У 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 Апостолами Запятая Во Вторых Пророками Запятая В Третьих Учителями И Дальше Говорит Для Чего Посланник Ефесянам Павел Повторяет Еще Наставников Кто Поставил Бог Здесь Нужно Сразу Остановиться А Если Не Бог А Не Бог Это Самозванные Обходят Море И Сушу Чтобы С Делать С Геенны Это Священно Писание Говорит А Что В Это Дальше Он Прямо Назвает А Вторых Апостолами Но Апостолы Мы Читаем Апостол Павел Оставил Тита Тит Это Его Помощник Первая Глава Пятый Стих Вот Вы Говорите У нас Библия Смотрю Почему Эти Местописания Там Не Читают Я Очень Много Знаком С Баптистами Не Один День А 52 Года Работаю С И Когда Им Это Открываешь Они Понимают Никакая Это Не Церковь Это Просто Человеческая Организация Где Люди Серьезно Поверили Во Христа Но Вне Церкви А Вне Церкви Нет Спасения В Церкви Обязательно Должен быть Епископ Который Идет От Апостольских Времен Обязательно Должен быть Пресвитер То есть Священнослужитель От Апостольских Времен А Где Прерывание Это Это Самознанное Идешь Это Сегодня Уже На Высоком Уровне Понимают Мы С Баптистами Беседовали Они Доказывали Да У нас Есть А Потом Поехали На Запад Проехали Вернулись Там Года Полтора Ушло И Говорит Ничего Нет Никто Не Перешел А Мартин Дютер Был Даже Не Священник А Монах Монах Нарушивший Свои Обеты Женившийся На Монашки И Шесть Детей Приживший Это Отрицать Никак Нельзя Перед Богом Ты Дал Слово На Земле Говорит А Бог На Небе Поэтому В церкви Должен Быйти Бископ Я Беседую С Баптистами Мне Очень Нравится Мое Обращение Покаяние Было У Баптистов Я Не Просто Только Парас Взял Книжку И Научился Я Сознательно Дали Евангелие Все На Этому Закончилось И В этот Вечер Я Покаялся Работал На Корабле И Мою Жизнь Бог Сразу Переменил Сразу И В то Время Как Я Уверовал И Знание Дал То Которое 52 Года Я Увеличиваю Его Университет За Университетом Только Углубляется Но Ничего Там Не Меняется Бог Сразу Открыл Эту Апостолы Рукоположили Епископов Эти Дальше Рукополагают Других А почему Считаю Деяния Апостолов 14 23 Я Сейчас Закончу Деяния Апостолов Я Называю 14 Глава 23 Стих Вы Как-то Записывали Что Потом Не Мимо Пролетело И Дальше Что Павел Рукоположил Пресвятеров Кажей Церкви А Зачем Рукополагать А Павел Пришел Смита Никто Рукополагал Он Залез В воду Сам Рукополагаю Себя Воим Иисуса Христа Пресвятер Все понимают Это детская игра Он Никому Не Может Дать Это Почему Евреям Говорится 7 глав 6 стиль Без Всякого Прекословия Меньший Благословляется Большим Епископ Может Священника Поставить Но Священник Епископ Не Может Генерал Может Офицера Назначить Офицер Генералом Не Может Без Всякого Прекословия Ты Можешь Говорить Это Прекословие Без Всякого Меньший Благословляется Большим Меньший Большим Это Все Местописания А где Церковь У Библии Первая Буква Говорится Вначале Сотворил Бог Небо И Землю Первая Буква В А последний Мягкий Знак Аминь Вот Суда Нельзя Добавить Не Добавляй И Я по названию Даша Светлана Сейчас Посмотрю Библия Священного Ветхого Нового Завета Каноническая 11 книг Нету Ровно 6666 А в Библии 77 книг Куда остальные 11 делись Это Не полная Библия А На те Книги Говорят Проповед Все Учителя Церкви С первого Века Что такие Умные Стали Или Кто-то Это Постарался Делать Написано Не Прибавляй Не Убавляй Это 6 стих Что Бог Не обличил Тебя И ты Не оказался Лжецом А участь Лжецов В озере Огненном Надо Очень серьезно Вот как мы сейчас Разговаривали Люди Угеруют Сегодня На земле Насчитывается Сегодня 21 тысяча Разных Людей У которых Библия Все Друг друга Не признают Церковь Благословения Первого Апостольская Название Разное Новая жизнь У нас на Алтае Только 68 зарегистрировано Это все Церковь А когда Возникли Молчат Змеи делают Открыто Нужно четко Сказать Лютеранство Не могло Возникнуть Раньше 1517 Года Почему Мартин Лютер В это время Выставил 295 тезисов Он Ну Марксизм Не мог раньше Марксизм Быть Понятно Ленинизм Не мог раньше Ленина Быть У баптистов 1609 Год Все В 1608 Еще ни одного Баптиста На земле Не было Да нет От апостольских Времен Это все Туда Ну назови Если ты знаешь Мы православный Называем Игнатий Богоносец Игнатий Богоносец Он хихийский Который Поликарус Мирский Ученик Евангелиста Иоанна По порядку Иринея Леонский Иоанн Златоуст Василий Великий Григорий Богослов В каждом веке Я насчитывал Жития святых Это 1173 Жития И показано Кто от кого идет Здесь прерывается Если 50-ники Ну говорят Там харизматы Они покажут Только начало 20-го столетия Ну не было А если скажут Было Мы скажем Назовите имена Нельзя тут играть Нет церкви Нет спасения А как они верили А так же как мы Так же как вы Я вам сейчас Вопросы буду задавать В церкви Всегда были иконы Почему У аптисов нет Без икон не было церкви Откуда вы знаете Из Библии Вторая глава Евангелия От Иоанна Я просто буду вопрос задавать А вы если не знаете Ну просто сказать Не знаю Я буду называть Тогда легче Христос приходит В молитвенную Сказать В дом молитвы И говорит Дом мой дом Молитвы наречется Слышали Когда взял пищу Выгонялся Он говорит Дом мой Он не сказал Что это капище Дом мой С большой буквы Я спрашиваю А куда Христос пришел В храм А кто его построил Я с баптистами беседую Они говорят Соломон Я говорю Как Соломон Четвертая книга Царств 25 глава Говорится Новохладоносцев пришел Храм разрушил Море медно изломал Сразу втупит А в какой тогда храм был Храм второй Второй называется Не Соломонов Соломонов просуществовал Там 4-6-7 лет Был разрушен Все золото было вынесено А какой этот храм Кто построил Книга пророка Из Икииля Слушайте внимательно 41 глава 17 стих Здесь патротику Не надо разводить Здесь абсолютно Четко показано Из Икииля 41 глава 17 стих Бог дает проект Храма Который Должен построить Зарвавель Иисус 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 Места не было Там хирурги Ну вот видите А у вас там святырия Там Мария А почему у нас есть Потому что в Ветхом Завете Написанного Аарона Было два нарамника Имена 12 колен Израиля Их написано А почему Потому что имена Были на небе написаны Поэтому и в храме они Храм по образу небесного Откуда известно Исход 32 глава 32 стих Моисея говорит Господи Если ты их не помилуешь И меня изгласит В книге жизни Значит книга жизни есть Ты говоришь нету Это значит Что ты антихрист Как это нету Когда Бог говорит есть И в книге жизни Записаны имена святых И Моисеев А Моисея Там не был После смерти Это шли в преисподнюю Яков говорит Спечалью сойдут Сыну моему в преисподнюю Яков говорит Когда сказали Об Иосифе Что он убитый То есть Души шли в преисподнюю Где известно Исайя 14 глава Но Христос Когда был распят Он духом Сошел в преисподнюю И вывел души Ты скажешь А где известно Первое послание Петра 4 глава 6 стих Для того и мертвым Было благовество Его написано Мертвым И теперь как И первое Послание Иоанна 3 глава С 19 стиха Говорит Во время потопа Духом праведников Которым он проповедовал Господь Их вывел Теперь они на небе Поэтому у нас и иконы Тогда были только имена Были только одни имена У церкви православной Все идет точно По написанному в Библии А так один стих вырвать И у тебя исцеление А у другого Сын вернулся Хоть в калеку Но с фронта вернулся живой У мусульманин вернулся Он тоже доказывает Аллах мне вернул сына Я говорю с буддистами У них такие чудеса Которых у нас во сне не видели Вот приходит А после 5 к нему А он сидит Ноги под себя подкрестил И беда какая А он молчит А он молчит Корова сдохла А этот помощник Какая корова Сколько молока дает Сколько дает 10 литров давала А дети есть Ребятишки Я с внуками сижу Клюнул ей жемчуг Купи корову А то для коровы купить Откуда он взял его Следующий приходит И говорит Дом сгорел А то уже не корова Он все вышел Опять И они лежат там Уже некоторые по 300 лет Мощи Разгибаются тело И румянест на лицах Вы с мусульманами Говорите С буддистами Посмотрите Какие чудеса творят А чудесами Сатана будет обольщать Живущих на земле Написано И огонь сводить с неба будет И поэтому Вот церковь Говорим Это где сохранился Эпископат Где Вот древо церкви Вот первое Что мы видим сегодня Это от апостольских времен Идет Православная церковь Это греческая Православная Финская Русская Старобрядцы Где имеют Старосильная Греческая Где епископат Второе Патолическое Это церковь Со множеством разных Искажений Это церковь У них епископат Идет от Петра У православных От Андрея Есть Григорияна Армянская Постоличная Слышали Четвертое Это копты Копты Пятое Это сирийцы Сирийская Это не так далеко Здесь Больше нигде нету Во всем мире Вот то что исходит Это как будто специально Пять пальцев показывают За этим церкви нет И когда у нас узнали Бактиста А как выход иметь Очень просто У вас есть Так называемые Старшие Пресвитера Ну да Ну они какую-то роль Уполняют Только они Пресвитеров Ставят Они не имеют права Они сами Самозванцы А что делать Избрать из себя Таких братьев Хороших Ну вам не нравятся Православные католики Пойдите Григорияна Армянам Убедите их Чтобы они Вам рукоположили Трех Хотя бы Епископа А эти рукоположат Остальных Вы ничего не меняете Какие вы были А без ухода Можно спастись Конечно можно А без одежды Без священнической Если наши священники Бактисты говорят Будут Ну будут Обыкновенные одежды Ну без галстука Галстук это Масонская атрибутика Конечно можно Ну а тому у нас Посты Которые не соблюдает Обговорить надо Один пост Апостольский Это Великий пост И Среда Пятя А остальные потом пришли Без них тоже можно спастись Вот шаг какой нужно сделать Я конкретно работаю Вот мне В разных я университетах Вел занятия Говорят Ну вот вы будь патриархом Что бы вы сделали Видит Бедственное положение в церкви Ну в первую очередь Прекратить строительство храмов Везде Все деньги освободить Выйти из кабалы Проценты заплатить Никому не должен И деньги бросить На издание Новых Заветов Что бы у каждого Человека был Новый Завет Второе В первый же день Я как патриарх Открываю тысячи училищ Учить миссионеров Тысячи доучителей нету Я знаю где найти А где У баптистов Я уже договорился заранее Я иду к баптистам И самых хороших Они дают Но Дадут подписку Нигде Догматику православия Не трогают Будут учить любить Христа и Библию Они это умеют Я им говорю Если бы у баптиста Было рукоположение Я бы сегодня Перешел к баптистам Но нет рукоположения Это не церковь А я в церкви Да ты так думаешь Это не церковь А как узнать Я задаю вопрос Вот смотрите Вот допустим Доска грифельная Я расчертил Здесь пишу Преступление Наказание Но преступление Закрывает Наказание Пять суток Ну это знаете Человек так изругался В общественном месте В год Ну это было Что-то украсть Десять лет О это серьезно Все понимают Это еще раньше Когда было Ну что именно Вот я говорю Наказание А теперь Преступление Какое Сами студенты Скажите А вот Смертная казнь Ну это маньяк Это дети Это что-то Пакости разные Делал Там ни одно убийство А вот Живьем в ад Да такой статьи нету Есть Выше всех грехов На земле А где это Числа Шестнадцатая глава Числа Дофанов Род и Карель И они восстали На Моисея И сказали А кто ты такой Мы такие же Все святые Считайте Числа Шестнадцатая глава А Моисей сказал Если умрут Обыкновенной смертью Значит не от Бога И на завтра Когда они вышли Представьте Двести пятьдесят Мужей Начальников И эти военачальники Все стоят И он сказал Отойдите от них Сегодня Бог пока Отойдите И вдруг Земля разверглась С шатрами С женами С детьми Со скотиной Все ушли в преисподнюю Живьем Это только один раз За что За отделение церкви Это грех сектанства Так игра окончилась Все Грех Который карает Бог Это не человек Убил там На костре мучил И написано Спал с неба огонь И пожрал Двести пятьдесят Мужей И ходильницы остались И ходильницы не выброси А написано Жертвник заковать Этими ходильницами Чтобы каждый видел Отступление от церкви Карается самим Богом И смотрите Преступление Наказание Самое страшное Отступление от церкви Отойти от церкви Это погибнуть А я буду делать правильно Мне церкви Бог еще не принимает Отступление от церкви Да как он дает исцеление Бог дает мусульманам и всем Потому что это его дети Но когда речь идет о вечности Бог назначил Потому что кто не причащается Тело и крови Не имеет в себе жизни А какая тело кровь Вот если бы мы были у баптистов Я хорошо, очень хорошо знаю Они говорят Это у нас вечер любви Воспоминания Я говорю А хлеб, который вы маете Он хлебом остается А у нас не так Берет он хлеб Священник И он превращается в тело Реальное тело Вино, которое священник К чашу принимается Петя говорит Кровь Нового Завета Не воспоминания Я повторяю Я с 52 года Как пенсионер Работаю с дептантами Здесь остановка И счастье из них сразу У меня было однажды Я проповедовал 460 баптистов Приспитер встал Он говорит Мы сегодня готовы Все принять православие Мы поняли Мы не церковь Поэтому Все что говорите Это Бог дал Но Ты пойди в церковь Если вне церкви Сейчас Просто мы задумаемся Сейчас Чтобы далеко не уходить Вне церкви Я бы назвал Десятки мест писания Которые можно проверить Это подтвердит Любой Кто любит Святую Библию И другого не было Не дано И Бог будет судить По слову своему А если он по слову По нему надо жить Наши правила Российские Вот у вас в Греции Здесь на дорогах Не работают Мне важно знать Ваши правила И на суде Божьем Мы знаем Как Бог будет судить По слову своему А слово не так Вот одно место вырвало Почему это сектанство Сектанство Это узы взгляда на виски Он как щель смотрит Вот с ума Только суббота И он ничего Кроме субботы не видел Это суббота 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 Троица И вдруг приняли Я такого чуда Один раз только видел Почему не могу Пока узнать Отступая дальше Вот допустим Баптисты Они прямо вышли От православных Они сохранили учения Троицы И так и называют Единочнующие Слова нераздельные Все Библия у них Переведенная Православными Библия Это у них Библия Это православная Библия переведена С греческого языка Если вы знаете С греческого языка С греческого Перевели С греческого Это кто Перевели ее православную Четыре духовные академии Надо быть благодарны Библию на русский язык Переводили Четыре духовные академии И дальше отдавали На проверку Уже в Синод А какие были Переводчики-то Вы хотя бы маленько Это ознакомьтесь с ними Матфея Евангелия Псалтырь Это профессор Павский Герасим Петрович Это воспитатель старских детей Он пишет учебники Школ для евреев Я лично беседовал Записи Александр Мень Священника убили Он еврей Он работает с еврейскими оригиналами Я говорю Отец Александр Вы могли бы переводить Как хвольстан Вот послание Допустим Книга Исаева Он говорит Конечно нет Он еврей Энцитопедические знания У меня все это записано Как мы говорим И в 20 томе Вот он стоит Наша беседа На полке здесь Он говорит Нет Вот все Которые держат Библию Синодального издания Это от буквы первой До последней Все переведено Православными Притом архимандриты Епископы Метрополиты Выразите хотя бы Однажды благодарность Мы благодарны Евреям Что сохранили Библию Сохранили Почему? Ее писали Святые Божьи Человеки Будущие движения Духа Святых Кто они были? Евреи Евреи Великое преимущество Быть евреем Во всех отношениях А наибаще в том Что им верено Слово Божие То есть им Бог верил Евреям А евреям Греки получили Но у нас Верхний Завет Не из греческого С оригинала С еврейского Это Новый Завет Греческого Ну Евангелие От Матфея С Мазаретов Вот это единственное От Матфея только И поэтому Христос и Церковь Колоссянам 1.18 Говорится так Он есть глава Церкви А Церковь Тело Тело Если оно Тело Оно однажды создано А не так Что Церковь Павла А мы в 1600 1609 Это 16 столетие А мы организуемся Баптисты Другие Песятники Христос не говорил Что Церковь разрушится А потом заново создавать Он говорит Врата они одолеют ее И так и должны смотреть на это Так а в Церкви Такое есть В Церкви много что есть Корабль который долго плывет Ракушками обрастает И бывает что Вместо матросов Уже пираты там Но Бог написано Бодрствует над словом своим Он хранит его Да что вы за католиков Мои слова перетолковывать не надо Я говорю только о рукоположении Я не за инквизицию Не за приматпатство Ничего этого Это неправильно Но у них апостоличность Соблюдается У православных А по 2 Григорина Армяна И Копки Сирсы Больше нигде нет Вам не нравится Здесь Пойдите Копкам Очень близко к этому Морониты Так вот Женщина просит Сколько Скажи Немножко Вы знаете В Библии Что интересно Там не написано Ни о каком Вероисповедании Ни о православных Ни о баптистах Ну и всех Всех не буду ее перечислять Я когда покаялась И Господь меня освободил От всех грехов Меня первое что спросили Не пью Не танцую Ты что баптисткой стала Мне какая разница Как вы меня назовете Я дитем Божьим стала Я спасенная стала И написано Храм Бога Живого Это вы А храм Бога Живого Свят Так что очищайтесь Ничто нечистое В Царствие Божьего Не войдет Грешники Все погибнут А праведники Оживут А Христос пришел Оправдать грешника Я одна из них Слава Ему Аминь Так подождите Боленечка Потому что Вы что я привел Местописание Церкви Вы ни одного Не повторяете Никак Просто перепрыгиваете Так не годится Я привожу Десятки мест От Церкви В Церкви Ни одного Слова А я уверен У меня достаточно Этого недостаточно Я повторяю 21 тысяча названий И всем Я повторяю Он придет Как жениться За каждой личностью Я и Церковь За Церковь придет Не за личностью Не то что ли вообще Когда мы Вот Я повторяю Церковь основана Христом В день 50 Идет 20-летие Как Вне Церкви Если ты не причащаешься В Церкви Кто не имеет Не пьет крови Не имеет в себе жизни Это обязательно Это не причащение Это не причащение Это не причащение Это не просто так Вот вы сейчас говорите Сейчас 21 тысяча Женщин будет Все друг друга Отрицают У всех Библия Но друг друга Они не признают И все говорят Они в Церкви Вы просто не имеете общения Вот сейчас Мне один пишет Он Мы новоапостольская Мы с ним познакомились Он говорит Я говорю Ну баптисты Это уже есть Икон нет Все как у вас есть Нет Они вот это не так понимают Мы стали с ним беседовать Он сейчас обратился Православный И все Другой стал священником Когда увидел Что это не Церковь Вы сейчас толопитесь Говорит Больше вы никогда Этого не услышите Что я вам говорю Вне Церкви Нет спасения Это корабль Божий И она основана Христом Вот скажите Допустим Вы где-то были Там покаялись Узнаете у них Когда образовалось Это общество Чтобы вам не обидно было И они начнут Крутиться Оставьте людей Христос сказал Где двое или трое Собрано во имя Мое Там Я Посреди них Это Христос сказал Оставьте людей Оставьте вероисповедание Христос сказал Где собрано Двое или трое Во имя Мое Там Вы Ramsay Нет Мы пришли Слушайте Внимательно Вы слушайте Внимательно Послушайте Я еще не хочу Сейчас Что такое причащение Это спорта сейчас. Так не написано. Откройте вашу православию. Не прошу, тебе надо открыть. Вы же не собрали. Откройте вашу, вы должны иметь Библию с собой. Православию хочу. Для меня. И просто мы сами собрались. Откройте, пожалуйста, вашу. Я хочу послушать вашу. Если вы не говорите, двое или трое собрались, я хочу послушать вашу Библию. Где двое или трое собрались, говорит, там и я. Так и написано. Написано, где двое или трое собраны. Мы. Собраны. Не собрались, не собрались, а собраны. А кем собраны? Духом Святым. Нет, это очень важно. Это очень важно, понимаете. Дух собираются. Все собираются. И как? Где по слову во имя его, это означает по слову Божию. А не просто во имя. Я христианин. Я вам называю цифру, которая потрясает воображение. 21 тысяча разных названий, и друг друга не признают у всех Библию. Ну почему вы не останавливаетесь на этом? У церкви определенный порядок. Епископат, пресвитер и дьякона, трехчинная иерархия. Те, которые церковь отошли, их нет, это ничего. Вот вы простой вопрос. Ответьте, когда возникла та организация или секта, где вы находитесь? И вы сразу будете говорить, а я обратилась. Сейчас мне об этом речь идет. Да, вы обратились. Вас Господь коснулся. Но дальше он зовет в церковь. А вы остановились на той ступеньке, где церкви нет. Нужно сказать, я иду в церковь. Я же вас не зову в православие. Пойдите к Григориям и Армянам. Повторите, пожалуйста, еще раз это, как вы сказали. Как он сказал, где собраны? Христос сказал, где двое или трое собраны. Не собрались. Собраны. Собраны во имя Его. Во имя Его, то есть, точно по Библии. Во имя Его. Во имя Его, то есть, надо знать, что такое церковь. А церковь, вот у сектантов, у них никакого понятия, вообще никакого нет. Мы двое или трое, там уже Бог. Нет, конечно. Двое или трое выпить собирается. И двое или трое они все искажают. Выходит, если ты понимаешь так, а где тогда церковь? Церковь никогда так не понимала. И у церкви написано «Глава Христос». И он имеет тело. И тело есть в церковь. Основное, я сказал, когда в день 50-лицы. Мы можем показать. Я называю первый век. Игнатий Богоносец, Антиохийский, Епископ. Да какие были? И сели львы на арене. В времена Адриана. Это 107-й год. Вы не можете никто назвать. Никто, не баптисты. Не во втором веке. Во втором веке назовите хоть одного баптиста. Или вашего так понимает, как вы. Нету. Третий, четвертый. Я говорю не о днях, о столетиях. Нигде нету. А раз нету, что тогда придумают-то? Кого обманывают-то? Вы имеете начало, если где-то хорошее, не раньше 16-го века. Ну, Христов в 16-м веке старков не основывал. Он говорит «Я создам, и врата ада не одолеют». Это пустой разговор. Это не церковь. Это просто... По человечеству все может быть. Вот сейчас соберутся здесь, от 27-го дня, вам будут говорить. Вы же не поверите им. Я говорю так, у баптистов собрались, теперь отделенная, вы знаете, Совет Церкви. Я говорю, вот у вас сейчас молодежь отошла. Я не знаю, сколько там, около 30 человек у нас в Арнауле. Вы их признаете за церковь? Да, конечно, нет. Но они из среды себя. Пошли молодежь и сразу молодого избрали, сказали, ты пресвитер. Да это выдумка. Ну, а что первый такой же самый? Как он может руку полагать, когда его никто не руку полагал? Он-то никто. Вот вы у вас как священника зваете? Григорий? Да. Вы Григорию подойдите, скажите, батюшка, а вас кто руку полагал? Он назовет епископа. Ни одного священника за 20 столетий не было, чтобы он сам себя назвал. Его обязательно руку полагать, так? Да. А этого епископа спроси, кто? Его не меньше, как два или три. А тех и так идет до апостольских времен. То есть благодать. Это Бог так установил. Маленько надо остановиться. Вот свою эйфорию отбросить. А я пережил. Это хорошо, что ты пережил, но ты приди в церковь. Вне церкви нет спасения. Переживания твои сладостны для тебя. Но не забывай, что на этом остановились многие. Это первый шаг. Ты отвергся себе, а тебя, говорят, ты стал другой. Прекрасно. Но зайди в церковь. Господь касается там, где хочет. Кого где-то застанет. Он на кладбище может обратить в капище и дочерство. Это Бог. Но в церковь приди. В церковь там, где есть епископат. Где нет епископата, нет церкви. Откуда известно? Я вам называю Титу 1.5. Вы даже внимание не обратили, перескочили. Так нельзя разбеседовать. Я беседую с вами, как с человеком, который любит Библию. Это очень мне импонирует. Близко. Я дальше говорю. Деяльный 14.23. Вы снова перескочили. Даже не поминайте про это. Павел говорит, я рукоположил пресвитеров каждой церкви. А зачем их рукополу это? Он бы сказал, изберите, поставьте его. Вы ни на одном местописании, которое я приводил, никак. А вы, как он ответил, из Езекииля, тоже никак. Вы обязаны каждый стих, который я называю, показать в вашем понимании. А никакого. Я пережил, мне радостно. Да мало ли, что тебе радостно. Ягамисты тоже радуются. Свидетели любого стиха радуются. Мусульмане радуются. Нас интересует, по Библии ли это. Если Святая Библия в этом отсутствует, вымыслом. Почему Галатам, 1 глава, 8-9 стих, Павел говорит, если я ангел с неба, или мы, Галатам 1, 8-9, будет говорить не то, а это не то совсем, да будет анафема. Первое. Если Павел говорит, как говорил, еще раз говорю, анафема. Мы это слово забыли. А так, это не так. Мы спрашиваем. В первом веке понимали так, как я говорю, другого не было. Второе, третье, пятое, десятое. Я начитывал жития святых. Это 12 книг. 1173 жития. И надо одно житие, это бывает тысячи несколько. Ну, допустим, сожгли Амфима Некомедийского. А там у него было 34 тысячи. А житие одно, это 34 тысячи верный Богу. Четвертый век. Еще Константина не было. Не надо валить на Константина. Он уверовал. Люди были искренне верующие. И они оказались преданными. Они были в храме. И оказалось, что не все крещеные. Даже он, Амфим, не знал, что тут епископы. И срочно начали крестить. Ну и когда воины отошли, видят, женщина выскочила. Ребенка в груди прижимают, бежит. Он говорит, поймайте ее. Куда бежишь? Она говорит, в христианский храм. Разве вы не знаете, что сегодня его сжигать будут? Я поэтому и тороплюсь, чтобы со всеми быть. А ребенка зачем тащить? Я говорю, что ребенок со мной был на небе. Вот какая вера была. И было сказано, вот жертва, видовская. Выйди, положи, иди домой. Ничего больше не надо. Ни один не вышел. 20 тысяч было сожжено в один день. Вот какая была вера в христианах. И тоже были епископы. У сектантов нет епископа. Я их люблю, не знаю как. Это моя родина духовная. Мне говорят, ты православный, а хвалишь баптистов. Я не баптистов хвалю, а то, что они любят Библию. Они духовно переживают рождение. Но это первая ступенька. Дальше нужно войти в церковь. Для меня баптисты, десятники, это непрерывный спор в сердце моего. Они очень хорошие. Я их сравню. Давайте 100 баптистов уходят из молитвенного дома. И 100 православных. Давайте нравственно сравним. Да сравним не с чем даже. А почему написано, вы очищены через слово, а не считают слово. Баптисты, другие, они любят Библию, потому что Бог их очищает. Но это не вечное спасение. Вечное спасение в церкви. Там, где священство, там, где присчастье. Тебе не нравится православное? Ну или католикам. Причастись. А могу ли я вот так, как здесь? Можно. Без присчастья нельзя. И крещение могут преподавать те, кто на это поставлены. Они называются баптизанты. У нас говорят, а вы что как баптисты? Я говорю, мы есть православные баптисты. Но у нас баптист настоящий только один, наш батюшка, креститель. И говорят, а кто такой баптист? Крещеный поверен. Чего обманывать? Это слово не поверь, а просто креститель. Джон Баптист. Это Ян Креститель. Это другого перевода нет. Добавляет поверен. Да как, у вас детей и крестят. Мы скажем, первоапостольская церковь крестила не детей. Ян Златоуц Креститель в 22 года. У Василия Велики почти в 30 лет. Но крестили и детей. Историю нельзя замазать. А почему? На это есть объяснение. И почему именно? Если вы не устали, я скажу. Все Ветхозаветие было тенью будущих благ. Написано. Апостол Павел говорит, закон имел тень будущих благ. А если это тень будущих благ, вот тень, вот она чем ближе, тем уже четче граница и наконец-то соединяется. Вот в Ветхом Завете написано было, Агнца принесите в жертву, и кровью его очистится, осветится. 37 глава исход. А в Новом Завете 1.29. Говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, евангелитяна. Кто это? Христос. Ну все понимают. Кровь ягненка, она прообразовывала кровь Христа. И для этого Христос пролил свою причистую кровь. Первое послание Иоанна 1.7 говорит. И что? Омыты кровью Христа. Кровь Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Христа. Но впереди два условия. Я неоднократно видел, в Друктистном написано, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я говорю, а почему впереди точки не поставили? Это только третья часть стиха. Впереди написано. Если ходим во свете, как Он во свете, запятая, имеем общение друг с другом, запятая, то кровь Сына Его Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В первую очередь, что ходим во свете, как Он во свете, то есть точно по Евангелию. По Евангелию. И дальше, имеем общение друг с другом, ну, не с кем-то, а именно речь идет об апостольских временах. Мы не отвергаем священство. И тогда кровь Иисуса Христа очищает. Они так, я мытый кровью Христа, откуда ты знаешь? Вопреки церкви. В Библии она не умывается. Никак. Тут нужно просто остановиться, что вы говорите, переживания, это мои переживания. Вы мне очень близки. Мое обращение было в 23 года. И при том, я просто баптиста, который среди 50-ников. Мне 40. Я все это, но я не имел ни языков, ничего. Я уверовал, сел на корабль и уехал. Уверовал как? У меня не было веры в Библию. Я не знал, что существует, но слышать слышал. И мне ее, когда руки дали, и стали первой молиться, а у меня молитвы нет. Проси, чего тебе надо у Бога, они говорят. Я знаю, Богородицу давай считать достойно. Мне не надо ничего, я на корабле работаю. У меня первоклассное здоровье, служил в морфлоте, денег у меня хватает. Мне ничего не надо. Я понял тогда, у меня нет веры в Библию. Я сказал, Господи, вот эта книга, Библия называется, дай мне веру в нее. Я встал на колени первый раз в жизни. И мне как эхо пронеслось везде. Верю, верю. Рюкзак долго несешь, а потом снимешь. Даже на молитве я качнулся. Я встал, как будто Библию с первого дня уже держу в руках. И 52 года уже позади. 52 года я несу это Слово Божие. Оно для меня взяло таким родным, я иногда по 10 часов в день изучал его. Не просто, а как святые отцы понимали. Вот я когда обратился, а там разные-разные секты были, это в Латвии было. И каждый тянет к себе. Но где правда? Я стал думать, как? И вдруг Господь мне показал, мы сидим за столом и клеем в клеточке. И я понял, Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века. Повторите про себя. Я с вами во все дни до скончания века. То есть и вторник, и четверг, и пятница, и во все годы. Вот сегодня я разобрался, где, когда 21 тысяча нельзя. Я тогда стал уменьшать. А в таком-то году, когда я узнаю, 1900 год. 1900 год, 130 сект разных. Я еще дальше, наконец-то дошел к первому веку, приближаясь, там второй век, уже было 5. 5 разных. Но что он именно во все дни с кем-то, трудно узнать. Я тогда решил еще сдвинуться и узнать, когда церковь была одна неделимая. Больше ему нет. Если там нет, тогда нигде нет. Я дошел до момента, когда церковь была апостольская, одна. Одна. И там он был. А когда стало уже больше, он все равно где-то, ну где, в какой ячейке, в церкви. И я понял тогда, что Бог открыл мне эту истину. Остановитесь на путях ваших. И расспросите, где путь добрый, путь древний. И по нему идите. 7.16, книга порока Иеремии. Я тогда решил, а как понимала церковь это в первые века? Мне было очень трудно найти. И когда наш корабль остановился в Плотеде, я впервые увидел толкование. Толкование. Вот я его принес как раз. Толкование Нового Завета с первого века. Это не просто книги. Вот эти вот книги. Это полное толкование Нового Завета с Откровения. Впервые за 2000 лет вышло. Это наша раскраска. 240 иллюстрации Гестава Даре. Библия. Видели в библиотеке Путина? Патриарху подарено. Подарено уже более тысячи. Вот мы привезли это. Трехтонник. Полное толкование постсовской церкви. И что интересно. Когда берут это баптисты, никогда против ничего не возражают. А почему вы кто-то сказали? Я не скрывал. Я говорю. И они сейчас проповедуют с кафедры. Нам не гнать надо баптистов. А самое хорошее их к себе принять. Вот она говорит. Я покаялась. Православные-то этого не знают. Вы что она говорила? Это мимо-то не пропустите. Но ей дайте свое. У нас церковь. Поделитесь друг с другом. Вот она говорит о ребенке. Как молилась. Это живая вера. Она ощутила ее. Многие православные не знают. Я знаю. Вот. Если пережили это. Благословно. Я просто хочу сказать. Хорошее везде надо принимать. Так. А вот вы православные, которые знаете, что это значит. Приведите их в церковь, чтобы было священство. Было таинство. И мы единые в Господе делаемся. Вот только тогда. Вопросы. Вот здесь, который мы даем. Можно взять здесь. Здесь наш фор. Здесь я отвечаю на 4124 вопроса. Это. Я вел три радиопрограммы. В милиции. В университетах. Школах. Вопросы, которые задают люди. Это все здесь. И вера. И литература. И экономика. И социология. То есть все вопросы. И во свете Библии. Так книги называются во свете Библии. Мало кто знает этого. Мне как-то пришлось вести занятие. В Новосибирске есть академгородок. Ученый специально. Там один профессорский состав. Я когда сказал с кафедры, что Библия отвечает на все вопросы. Ну кроме одного, когда будет кончина века. То один встал, говорит, а я не согласен. Я спрашиваю, а кто это? Он говорит, баптистом ходит. У него Библия есть. Я говорю, ну задайте вопрос. Но я говорю, заранее. Пока еще не задали. Я отвечу на два вопроса. Больше не буду вам отвечать. Но вы перед народом тогда скажите, что вы не правы. Он задал вопрос. Ну вопрос у меня был простой. Я ответил его. Дальше спрашиваю. Второй вопрос. Ну второй вопрос был более серьезный. Видимо он ответ не находил. Получил он встал и сказал, да я был не прав. И не стал до конца сидеть, ушел. Профессор какой-то. Он даже в этом оказался сознательным и чистым. Я великим трудом искал это. И вот это теперь, это мое издание. Я здесь делаю 297 комментариев. Это архиепископ греческий. Феофилакт. Он в Болгарии был. Это его толкование взятое из всех святых отцов. И я даю 297 комментариев в этих книгах. Усиливая, где он говорит о том, что необходимо проповедовать. Вот предисловие, кто-нибудь прочитайте. Это наше предисловие. Послушайте, как я говорю здесь. Читателям предлагается вторая книга «Толкование Нового Завета», составленная Блаженным Феофилактом в XI веке на основании творений Иоанна Златоуста и иных святых отцов в православной церкви, живущих ранее. Читая эту книгу, вы обнаружите, что Блаженный Феофилакт очень часто говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповедь для всех христиан, и пастырей, и миян. Так что, если бы не указывать автора этой книги, благочестивые православные наверняка бы заявили, что это пишет Блаптист или другой сектант. То есть, если книгу эту дать и написать, что Блаженный Феофилакт, скажут, что это Блаптист написал. Настолько он призывает, изучайте Библию, читайте. И в конце последнее. Все тексты Священного Писания даются только на русском языке. Тексты Нового Завета расставлены в соответствии с современной традицией разделения на стихи, с указанием их нумераций. И последнее, третье, я не знаю, это третий или нет, дается мне где-то, что толкование откровения, вот у вас как раз в руках оно. По всем святым отцам с опровержением самых современных сектантских толкований. Вот, допустим, мы беседуем с адвентистом и седьмого делом. Вот два момента. Они говорят, души у человека нет. Ты ничего не докажешь. А почему? Она в крови. И приводит места Писания. Я говорю, в Библии написано, душа есть, она живет отдельно вне тела. Как? Она мысль. Человек умер, и все исчезает. И они так понимают. Это ни худа, ни мало, 11 миллионов. Миллионов? Я говорю, а вы считали 5 глава, 4 стих, откровение? Ну, что же не считали-то? Там написано, увидел я души под жертвенником, обезглавленных за Слово Божие, за свидетельство, которые возопили. Да коли, владыка, святые истины, не мстишь за нашу кровь, живущие на земле? Да коли? И им было сказано, что данная одежда... Потерпите, да коли братья ваши войдут. То есть они, не кто-то, не праведники души праведников. Праведников в родительном падеже. Души, принадлежавшие праведникам. И они на небе, и они мыслят, и знают, что на земле еще не наступило от мщения. Скажи, как в пространство впадает, а? У нас так не написано, считай, так написано. Да вы никогда не считаете Библию, выходит. А в другом месте, считаем мы послание к евреям, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Не к праведникам, а к духам праведников. Тоже в родителям. То есть духи, которые принадлежали человекам. Как вы приступили? А вы как? Молю. А святой апостол Павел, моли Бога, а вы мне грешен. Пресвятая Дева Мария, моли Бога. Я приступаю. Впереди написано, приступили к царю. Царей кто? Христос. Как приступили? Молитвой. А как приступили? Ну, молитвой. А возможно ли это? Возможно, потому что вы верующие. Два места Писания, которые опровергивают никак невозможно. Душа у человека есть, она бессмертная. Так, говорите. Я хотел спросить, если вы говорите, что католики тоже церковь, да? Там тоже есть спасение? Видите, спасает Бог. Но согласно тому, что у них есть епископат, это церковь. И поэтому православные сильно обвиняют Варфоломея вашего, что он с католиками, то другое. Надо смотреть внимательно. Что он сделал не так? А не просто Варфоломея встречался с папой. Ну, встречался еще из-за этого. Да нет, суть не в этом. Суть в том, что было разделение. Ну, разделение произошло в 1054 году. Прерывно апостольское преемство в этом суть. Суть совершенно не в том, что делается сейчас. Да. Это суть оттуда. Это вы правы. Правы. Но и бесскопат сохранился. Дальше зависит от нас. Не может он сохраниться, когда есть прерывное апостольское преемство. Не может сохраниться. И педр. Но как не сохранился? Никак не зависит. Это отдельно. У него рукоположенный грамот на руках. Это никак. Игнатий очень... Вопрос. Они сохранились. И это все. Заметьте. Вот в церкви торгуют. Православные торгуют. Кто-то знает, у нас не торгуют. У нас этого нет. У нас вообще не торгуют. Но плывет, кто наплывает всякое. Так же бывает в каждой церкви. То есть это мелочи сравнили с тем, что имеет апостольское преемство на церковь. И спасательно именно это в церкви. И это важно понимать, что только пренепрерывного апостольское преемство церковь имеет силу и таинство спасения. Это очень важно понимать. Так и есть. Но тут... Григорий, я назвал пет. Вы их слышали так? А уж примите. Нет, меня это не касается. Мое дело возвестить. Вот еще одно выражение. Кто знает истину, он не спорит. А кто не знает, тот спорит. Наше дело возвестить. Написано, что с апостолами спорили. Но что апостол спорили? Никогда. Но мы не спорим. Вы же в своем мнении сейчас говорите. И мы говорим. Не о спорах, а о выстине. Нет, я просто возвестил вам, что где существует сегодня сохраненное апостольское преемство. Все. Просто еще в Библии написано, что надо, чтобы спасить душу, надо еще раз родиться через дух. И с крещением. Католики же не кресятся. Они не кресятся. Нет, дело не в крещении. Это не в крещении. Вы говорите о духовном рождении. Духовном рождении. Понимаете? С крещением. Вот. Я сейчас спрашиваю. Смотрите. Я вижу, что вы не смогли. Припомни. Ветхозавете написано, что это тень будущих благ. Тело во Христе. И вот мы говорим, там была кровь ягненка. На что она указывала? На кровь Христа. И ягненок на что указывал? На Христа. Вон агнез Божий. Так и написано. А на что указывали? Скрижали. Сразу. Ну, скрижали. Были или не были? Лежали в ковчеге. Вы считали? Первая книга. Сарс, пятая глава. Да, значит, были, были, лежали. А на что они указывали? Если все в Ветхозавете тенью. А что вы назовете? Христос. Написано это слово, Христос. Вначале было слово, слово было Бога, слово было Бога. Ковчег, это ящик обыкновенный. Там ничего больше не было. Но вот жители Бевсомиса решили посмотреть, когда он из плена филистинского возвращался. Обыкновенный ящик, повторяю. Там размеры на 2 метра, там на метр. И они подошли, заглянули и пошли. Что он особенного сделал? Они не плевались, не матерились. И Бог сразу убил 50 тысяч и 70 человек. Не проходите мимо. Это 50 тысяч валяется трупов. Это жены были, которые, ребятишки на поле были. Они жали. И Бог посмотрели, 50 тысяч, Бог сразу убил. За что? Не знаете? Сектанты не знают. Я вам отвечу за что. Так вот, если скрижали указанное слово Божие, то Ковчег указан на Присладеву Марию. Он внутри ее лежал. И сегодня у ней были дети, то другое. Не заглядывай, Бог убьет. И когда перевозили, Оза перевозил Ковчег, Давыдову сказал, и валы наклонили, помните, телегу. И он решил поддержать, но это его обязанность была, чтобы не упал-то. И Бог сразу убил его. Спрашивается, за что? Он был поставлен царем. Он вез, он на холме наклонился. Ну, если мне сказали везти, я бы тоже преклонился, чтобы не дать упасть. Я же отвечаю, убил за что? Не упало бы, дело Божье не поправляется с человеческими руками. Православная не такая, а мы организуем баптистов своими руками, поправим. Не поправляется, Бог просто убивает. И поэтому они рассыпаются, дальше, дальше, дальше идут. Вот у нас новая слепка, я говорю, почему вы не идете к баптистам? Ну, у вас же икон нету. А у нас вот они так, мы ноги моем, они ноги моют. Мы можем в баню сходить до этого помыть, а другой не ноги моет, он начинает еще другое придумывать. А у них, представите, раньше 30 лет. Вот это закон, который разобьется, он не устоит. Ну, вот так с катализмом и произошло. Оттуда же и появились баптисты и все течения. Это прямой пример того, что католическая церковь в свое время отступила. Отступила, но отступила и разделилась на множество других. Отступила, мы согласны. Могу наступила, инквизиция, во всем этом приносится покаяние. Но она остается церковью. Церковь Христова, она дважды не основывается. Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Вы эти фразы никак не переходите. Нет, мы не о создании, мы о продолжении непрерывного ботинского преемства. Что оно сохранилось. Оно сохранилось в этом все. Но, а вот католики потеряли эту? Католики-то потеряли. Так, назовите в каком моменте. А теперь вопрос конкретный. Если вы это не скажете, это просто будет ложь. Католики потеряли преемство. Назовите дату. Это было в 15 веке. Нет, нет, нет. Вы нам покажите на каком человеке. Это не век. Не назовете. Я такие тонкости не знаю. Нет, этого не было. Конечно, такие тонкости я не знаю. Больше не повторяйте, иначе Бог заищит за грех. Католика ни одного ксенза не поставит, чтобы его не поставил епископ. У них строжайше за этим смотрят. Никогда не было. Они много приняли, не нужно там где-то, но рукоположение сохранили. Это церковь. Со всеми ее заблуждениями. А церковь израильская настолько была, что Христос пришел и говорит, дом мой дома молитвы налечется, а вы ее в теплом разбойника сделаете. Владимир Владимирович, тогда все церки заблуждаются, получается. Вы опровергиваете. Да, да. Невеста Христова часто бывает и так. Тут уже большая смена. На себя берет штуру и смена. Смотрите, я себе объясню. Вы бы о Слове Божьем говорили, сердце больше вы вкладывали. А не вот эти. Вы знаете, Христос, когда взошел, распялся, написано, что было, свершилось. Что свершилось. И занавес сверху донизу разодралась. И Дух Святой вышел с храма. И сегодня он почует на каждом, кто как грешник, самый заблудший, он спасет его, когда он придет с раскаянным сердцем. И спасет Христос его. И он говорит, я приду как жених за невестой, кто меня ожидает. А вы бы лучше о Слове Божьем говорили, а не о дате какой-то. Какую мы дату можем помнить? И в сердце западало больше бы Слова Божьего. Вы тоже, хорошо, вы каждого раз вставили, да, вы тоже стоите сейчас перед Господом, да, и там дадите отчет за то, что вы сегодня говорите. И сегодня вот этот вечер, он запечатлен на небе. И когда мы туда придем, вот это все мы увидим. Сегодня даже увидим. Вот смотрите, снова повторяю. Тебя оставил, я тебя оставил, чтобы ты довершил недоконченное. На 1-5. Вы опять мне... Объясните, зачем это сказал? Вы не на одном местописании вообще... Я привожу десятки мест, и вы не одной... Я беру ваши места в Писании, и поясняю, как их надо понимать. Вы мои места, которые... Они не мои. Вообще, это участь сектантов. Они просто их отбрасывают. То есть выборы, что я беру из Библии, что нравится, я покаялся, у меня сердце возрадовалось, остальное мне не нужно. А Павел говорит, я оставил тебе тит в острове Крити, чтобы ты довершил недоконченное. Почему недоконченное? Поставил пресетеров. Почему это место не объясняете? А Павел говорит, недоконченное, я скажу, доконченное. В церкви нету. До этого тит остался. Вы места в Писании как будто не слышите. Я вижу по глазам, что вы не знаете. Вы знаете, Владимир Владимирович, можно сделать поправку маленькую? Ну, потому как, действительно, мы здесь собрались все из разных церквей, и совершенно неправильно, чтобы превратилось это в ссоры. В ссоры и пополи. Совершенно это грешно сейчас тратить на это время, потому что мы о церкви сказали. Ты руководитель, задай вопросы. Можно, да? Я закончу. Можно? Я уже не даете сказать вопрос. Я уже ответил на вопрос. Ваши вещи не повторяю. Это совершенно неуважительность, как вы поступали. Я ответил вам. Вы даже местописание эти повторите хотя бы раз. Сейчас что-то другое. Вы записали? Вы начинали сказать. Эти места дома проверьте и все. Ну, я считаю, что мы можем пойти домой, потому что мне ничего полезного не было. Мне тоже очень интересно хотелось бы послушать, что... У меня три вопроса небольших. Можно ли пользоваться сми изготовленными... Дмитрий, спасибо. И вам, спасибо. И вам, спасибо, да, за слово. Спасибо вам, спасибо, счастливого доброго. Смит вам море. Готовят сейчас очень много эфирий, разные крема. Для рук, для всего этого. Можно ли пользоваться сми вообще, что приготавливают? Там и соль вытаскивают для бани и всякого такое. Очень много эфирий. Ну, а почему нельзя? Вопрос. Вы не знаете, я поэтому спрашиваю. Никаких угаданий Библия на это не дает. Если это полезно для человека, с молитвой все освещается. Словом Божьим и молитвой. А из мертвого моря? А почему не из черного моря? Так можем сказать, и заходского моря. Если это пользуются сносит, пользуйтесь. 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 Я верю, что визженная церковь воскреснет и будет пробуждением. До свидания. Когда произошел раздел календаря, появилось новое и старое. У нас очень четко здесь в Греции это видно. И церкви разделились, и люди метаются от старого к новому. Очень сильное разделение идет. Я вспомню, я хожу в церковь, где по-старому в русскую не елку, а в греческую хожу. У нас получается очень сильных разделений, много. Как вот это вот нам, как это разделение произошло, чтобы мы оказались в таком этом? Понимаете, сегодня если сказать, что разделение возможностей за календаря, никто бы даже не поверил, что неужели на это можно разделяться. Ну, в одной церкви так, понимаешь, другую. Тебе нравится туда иди, вопрос вообще решен. Ну, а как правильно? Правильно, конечно, по-новому. Вопросов даже нет. Почему? Потому что календарь старый претерпел изменения в том, что отставал на 13 дней. Потому что речь-то идет о солнце. Календарь-то откуда идет? У нас даже дата 2014 года, ошибка на 4 года. Сегодня уже выявлено. Вы знаете? Нет. Но так получается. Христугина исправляли. Они 27 января исправляли. Они по-новому календарю, 22 декабря сделают. По-новому. Если они так понимают, пускай так. Ну, они так понимают. Только они нас. Они и нас так подбивают. Пускай по-транжу, это так и дело. Я православный делаю так, как он православный. Это никакого значения не имеет. И спорить об этом вообще нельзя. Они любят. Так, пускай так и делают. Да, они-то любят. Да, половина у нас к семье разбивается. Да, и второй спор идет. Другой 25-го идет. Из-за этого не разбиваются. Да, вот это вот идет между людьми идет вот этот спор. Мы идете по-новому, надо по-старому. Я сказал, что правильно, это по-новому. Я ответил вам. И почему по-новому? Потому что с солнечным циклом уже не совпадает. Ошибка в 13 дней выявлена астрономическая. Но на вас это не удовлетворяет. Я ответил, что правильно, по-новому. Но мы все еще по-старому. Но у вас отдельно такой ходи в тот, где есть. Я говорю астрономически. Старый ошибается на 13. Вот у нас сейчас годы. 2014 год. Откуда взяли его? В 532 году, а тогда было апостольское постановление. Каждый год надо было дважды объявлять, когда будет Пасха. Ее высчитывать непросто. Это надо весенний равноденствие, день равен ночи. 21 марта. За ним первое полнолуние. И чтобы полнолуние было не меньше трех дней. А если меньше, то еще неделю надо. И в первое воскресенье. И поэтому Пасха гуляет чуть не полтора месяца. Вот так вот. Потому у евреев был лунный календарь. А мы перешли на Юлиановский. А потом еще с поправкой Григорианский идет. А как правильно? Ну правильно, как у евреев. 14-го Ниссана. Но церковь решила так, и мы согласились. Нам не надо спорить. Эта церковь решила, что необходимо в такие условия равнодельствия, полнолуние. Почему Христа распяли с 14-го Ниссана? Было полнолуние. По-юресьскому. Теперь 5-й слоу распяли, 3 дня была убыль, луна пошла на убыль. А она 28 дней. 14 пребывает, 14 убывает. И воскресенье воскрес. Но теперь-то этого нету. Теперь надо искусственно находить этот момент. И вот один монах греческий, его Дионисий Малый звать. И он решил раскладывать. В этом году тогда, тогда по порядку, он как таблицу Менделеева раскладывал, добросовестно работает. И наконец стал смотреть и глядит, повторять все начало в те же годы, в те же дни, но количество, которое не повторяется, 532 года. И он подал записку и говорит, через 532 года, заодно повторяется Пасха и все дни, опять 532 и опять 532. Он не понял, что это цикл Луны и Солнца. 28 на 19 надо было умножать и 532. И тогда подумали, это может знак Божий. А считали в то время, страшно сказать, от Диоклетиана, самого лютого гонителя, христиане вели счет. Ну как сейчас, от советской власти, от 17-го года был начальник Луиси, от Ленина. Да даже вообразить нельзя. И тогда решили, что видимо это знак, что 532 года назад родился Христос. Но когда годы-то прошли, теперь раскопки показали, что Ирод не мог гнать Христа, потому что он уже 4 года назад умер. Но мы-то верим Евангелию. Он гнал его. И оказывается ошибка была в 4 года. Теперь сдвинуть ее, да зачем, мы просто знаем ее из учебников. Сегодня идет 2016 год. Для себя хотя бы знайте. На 2 года вперед. Мы отстаем. Мы это узнали. Вот сейчас пошли женщины, а как ответ? Ничего здесь ей больше полезного никакого не было. Это образ сектанства. Я привожу десятки мест в Писании, ни на одно не отвечаю. То есть они их полностью вычислили. Что значит? Сектанство это скудость умственная. Это умственная. Это легкомысленный подход. Это легкий взгляд на истину. Я тут смотрю и мне так нравится. Я говорю 21 тысяча разных. Она ноль внимания на это. Но сейчас вот у нас здесь нет православных. Мы выдворим, оставим одних сектантов. Песятники, Адвентисты, Седьмого. Между ними что будет? Никакого согласия. Но не все вне церкви. Я тут перевожу, что вне церкви. Это дофана Верон и Кореи. Жильем в ад. Она ноль внимания целую главу отбрасывает. Я говорю, за что живем в ад? За то, что отошли от церкви. Она как будто не слышит. Почему? Это уже может хула на Духа Святого. А дальше она на старом еще фитилеет и играет. Я пережила, она уже сотый раз это рассказывает. И эти дети, которые говорят, она уже сто пятый раз рассказывает. А больше ничего нет. Внутреннее перерождение – это первое качество. Какое у христианина? Смиренно-мудрие. Смиренно-мудрие. Это опыт церкви. А никаких я так понимаю, мне Бог так открылся и все. Так не годится. Ты смиренно подойди. А как понимали святые отцы? Василий Великий, Григорий Богослов. Тем более вам, грекам-то говорить не надо. Это ваши родные. Это им Бог открыл. А мы тоже в Лужске прилипли сбоку тут, как говорится. Самый счет доходный. Если христиан не может расстаться с какой-то греховной привычкой, в силу разных причин, то получает давление от Духовного Отца. В результате разочаровывается, отталкивается от церкви и отходит от уровня, какого он достиг. Что делает? Собой работать. Он не так сказал, и ты его поставила как бы за основу, а ты этого не делай. Ты о Нем молись, от Него не отходи никуда. Сто раз заметила, что твой наставник не так поступает. А ты-то сколько раз? Сколько ты-то раз огорчал своего наставника-то, учителя-то? Да ты молись о Нем. Да, Ему не открыто. Тебе слишком много открыто. Он не читал ни одной книги этой. Он не слышал этой беседы. А я отошел, разочаровывался. Да какая твоя вера тогда? Разочаровались некоторые в Боге, в православной церкви. Видишь, куда они пошли. Все бы только. А ты не очаровывайся и не разочаровывайся, а благодари Бога. Как Он тебя любит. Что тебе Бог не просто дал веру, а святую, православную веру от апостольских времен. И ты радуйся, что ты не просто кто-то, а ты православный. Чтобы зато звучало победно. Вот мы как молились, говорю, вот это потрясение было у нас. Мы как будто бы не на земле стояли. Представьте, вокруг одни только турки. И мы стоим перед этим стеклом, и там народ идет потоком. И сзади фотографирует, и там оформляет. Машины идут. А мы стоим, кланяемся, поднимаем руки, молимся, повергаемся. Это вера православная. А будь я сектантом, я бы даже не мог совершить крестное знамение. Представьте себе, без крестного знамени мы не двигаемся. Мы дорогой выехали сейчас отсюда, и зафином мы сразу молимся. Мы считаем три святое, старую небесную утешителю, и доучи наши, и потом сто поклонов. Десять Христу, Божьей Матери, Ангелу-Хранителю, Яну-Хрестителю, Святителе Христовой Николе, апостолам, пророкам, дальше считаем и женам, и девам. Ну, кланяться мы тут не можем, дома мы, а потом просто считаем, ну, где можем, там просто перекреститься. Можно вопрос? Если вот молиться вот о ком-то, ну, за кого-то, за мертвых, за живых, за... Читаем, допустим, за мертвых, салтыр читай. Да. И теперь нам надо обязательно подойти к батюшке и попросить у него благословение на это моление. На это моление. На чтение псалтыря. На чтение псалтыря за мертвых, за умерших, не только за своих, но и за всех. Ну, там... О чем просить, я не знаю. А то у нас с этим играет благословение, батюшке, никакого тут благословения не надо, потому что это в обязанность нам поставлено. Не надо ничего. Ну, а подойдешь, беды никакой не будет. А вот она подошла, у нас сестра одна, ну, к своим приехала, встала, кланяться. А тебя, батюшка, благословил земные поклоны делать? Это что? А чем ты? Ну, значит, можно молиться, а не меня... Это благословено Богом. Вот мы едем на благовестие, а кто вас благословил? У меня грамоты от митрополита в Италии. Епископы стоят, благословляют. Священники благословляют, а прям ролики снятся. Кто вас благословил на благовестие? Господь говорит, идите по всему миру и пропадывайте Евангелие. Кого благословит? А батюшка говорит, ты без благословения не имеешь права читать. Вот батюшка говорит, он превысил полномочия свои. Превысил. Вот говорят, батюшка, батюшка, а вы подойдите, батюшка, скажите, батюшка, записаться запишите меня спорта у меня власти нет а как что решать что меня от бога отлучает кто ж я разрешил ты у него нет этой власти у батюшкой например некоторые есть храме нас люди мясо не едят а попадает за стол горит а ты че не будешь мясо нет ты у батюшки взяла благословение это глупости потому что апостолы всякое творение божье хорошо ничто не предосудительности принимается с благодарением и молитвой ибо ощущается словом божьей молитвы и поэтому кто говорит область и благословение нельзя это учение за себя бесовским бесовским ты бесов хочешь служить запрещая вкушать то что бог сотворил я мясо не ем я вот ты сама сдача против а мне нужны никакого они они едят но не среду пятницу посты это нам не придает я православный если стал я православный игра кончилась я обязан все соблюдать все посты у меня даже детском лагере когда не положено растительное масло дети не едят ну приходится крутиться там что-то там пирожки разные делайте надо быть просто радостным все время ликующим вот эти вот пошли они которые сектанты они хорошие люди вы молитесь о них но сатана зацепил уже не выпускает вне церкви нет спасения а они церкви не знают я привожу десятки мест писания называю глава стих она не на дом не станет почему сатана не дает он перекидывает и все перепрыгнул только по водолом зашумела она запыхалась говорить я уже понял кого-то пригласила я думаю пускай она выдохнется я знаю какой дух говорит и каин так подожди кань когда убил авеля каин был изгнан он пошел землю другую жизнь была в другой земле или как другую это что дальше теперь перешел речку лишь другая земля та которая перед богом была придираем она пошел подальше ну я не понял момент так что именно другая вас в турцию пошел не мог народу нигде не было нельзя это означает другая земля кроме той которая была рядом с рая и она даже не знает что ее библия в руках она православие отвергла вся библия православие переведена даже этого не знаю знание мизерное это святые отцы перевели нашу библию то они взяли готовности на дальнейшую воду и неблагодарны сестра родная которая была у евы и был несколько сестер они не упоминаются для это исчисление не ходят так и это время а тогда мы ехали мы были сыновья и были дочери что был какой-то там другой никакой это земля дальше от рая была почему потому поселил горитого зира и чтобы все время смотрел утерзался в раю то звери не кусаются комары то не не портят кожу мою в раю было хорошо чтобы все время смотрел и мучился что я потерял это ева ева ты довела меня тут сидим тут в норе закрыли с одной кожурой вот так а он отошел там через реку земля после названия земля нод а что за счастьем от 6 переводе на русский пример сказать и он познал жену свою жена это родная его сестра все это когда это не было кровосмешение народ был очень сильный это не влияло сегодня с уже даже не знаю то дети с недостатками рождаются физическими почему потому что мужик не рожает мужика женщина а почему по мужской линии ведется родословно а не по женской и дальше накормил господь 5 тысяч не считая жены детей да даже на более прожорливая даже как это и нам уже больше таких 12 коробов села да еще много жён что было а так и написано не считая жены детей как не считают так они чего что они ели до свидания но их не считают и когда счет израиля был то только по мужчинам достигшим совершенно возрастом двадцатилетия вопрос про крещение идет какой например в нашей церкви бачка не крест не причащает детей которые крещенные здесь здесь сейчас идет пять течений старостильников я стал все они действительно все на этом конец они не поймают за это ответит а вы поминайте я молюсь за горбачева еще ты меня за это может быть по морде я за него молюсь чтобы он обратился какие дела то натворил но живой еще поэтому я молюсь одним я выполняю эту миссию полу возложен у меня волну я молюсь за путина молюсь и медведя за барак оба молиться это другое причащение у всех епископат это действительно они сохранили его если ты можешь доказать что не сохранили докажа огонь на не заговорить потому что веке в этом вопросе были очень сильнее теперь стали в церковь ходить дети перестали в церковь ходить потому что не стал причащать ну то нашу вашу вашу я в этом церковь открыли русскую церковь я хочу чтобы дети ходили со мной тоже обещали а вот не причать надо просто ходила молилась здесь просто просто решается ты его не популила ты его не отвергла он тебя отверг и за это он ответит нет нет даже он и не объясняет что ответ он говорит можно дарит в один день сделать помазание помазание не повторяется это как-то крещение не относится это другое таинство если он не был погружен надо креститься что был погружен и погружен это не крещеный вот вопрос когда крестят человек три раза должен во имя отца скрыться под водой вода вот какая-то во имя сына во имя духа святого если ты не умер вот на терялка у нас берите считайте как ты скрываешься в воде человек умирает в земле скрываются и криво-руссалински говорят почему я должен грехом это говорить даже не знали чтобы болгария не находиться в шенгене и вместо 30 дней шесть дедиков пробыли улыбаемся но оказалось это к лучшему потому что мы успели пройти мусульманской республики прошли таврополье прошли краснодарский край юг весь прошли здесь где мы там еще будет и проставка весь кавказ украина на дальние путешествия на что угодно все было вымерено наша ошибка вот взял так что вы на нынешне там везде смотрим крылья нам не попасть сейчас звонили за наскорозатайство бесполезно если пусть это половина по вторая половина там не пустят они между собой войны даже группа автоматчиков вас не защитит и поэтому нам пришлось видите какой путь делать марина мы думали через польшу войти она говорит путь новый открытый через турцию но если бы эти там нормально были не упала скала не закрыла дорогу бокс и сделал перекрыл дорогой потом мы пошли туда а там дорога еще встречи беседы не были у бога вымерено трудно конечно но надо господи благодарю тебя когда не так как я хочу а как либо надо но все же мы рады вас мы рады очень что приезжайте вот эти вот мы привезли новый завет который вновь мы перевезали видите сколько иллюстрации вот полный комплект вот это три тома у нас это 75 евро с нас отобьется с и желает он привезли сколько 3 тома 3 собрих это полное толкование нового завета с откровением впервые за 2000 лет вышло по святым мацан с сопровержением сектантское толкование это работа многолетняя а вот этой девочке надо подарить хорошо так мы сейчас сделаем на 3 подожди-ка андрей еще там там внизу будет так так пусть подойдет сюда иди видите вот это вот новый завет это завтра нас библиотеку поедет это завтра нас библиотеку поедет тогда вот этот вот возьмете 38 книг моих а это пища вам если кому-то еще надо будет купить я просто подарил так один остальные можно будет купить маленько рассчитаться в дороге на сегодня 16 раз останавливали на одной дороге брали 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 нам уже ехать не нужно поэтому маленечко вот трех тумбик это наша цена я не понимаю что про эти книги по эти книги библиотекарю отдаю а ну это завтра это завтра только ящики их надо вывести чтобы унесли она завтра приедет все поняли да это я дарю вашу библиотеку у вас никакой печати нет библиотеки не знаю есть можно у меня бланк есть на который ставят а вы же опять не понял это не библиотека это водитель хочет да все поняли дим поняли поняли это водитель отвезет завтра в библиотеку вас правильно да и лена повезет игнатия с этими книгами в библиотеку завтра их загружили в машине кто нас отвезет потом на паром у нас за заранее все решить надо это нужно сделать завтра будет уже вы завтра уже уедете желательно уже потому что у нас время мы уже представьте 5 мы должны в шенген войти а мы только вошли мы не успеваем у нас настолько жадно не так хотел прийти у него эти вещи ну утром утром разок придите а потом нас во сколько паром то отходит не знаю будем звонить за утром надо разобраться с библиотекой потом дальше ладно так сейчас надо вектору показать как скачать а вы тогда к вам тут зайдут в интернет мне в интернет сейчас заглядывать что-то мангрия что-то мы оставим тогда отдыхать спасибо все давай прощайтесь во сколько утром нас едет во сколько утром нас едет во сколько утром нас едет нам налила торгу провести это найдите нам спасибо большое дай бог вам здоровья дай бог дай